Все отлично, да? Все хорошо. Тогда мы с вами начинаем. Приятно вас всех приветствовать, несмотря на такую классную на улице погоду. Надеюсь, что у всех лето на улице. И сейчас самое лучшее время для прогулок с детьми, для прогулок с семьей. Вообще для того, чтобы ничего не делать. Самое классное время. Потому что лето это тот период, когда хочется расслабиться, наверное, хочется отдыхать. Хочется ничего не делать, где-нибудь, не знаю, качаться на шезлонге. Лежать на шезлонге, загорать и где-нибудь качаться в каком-нибудь гамаке с прекрасным видом на что-нибудь или на кого-нибудь. Но сегодня как раз тема не об этом. Потому что сегодня мы с вами поговорим о том, как летом активно трудиться для того, чтобы осенью собирать урожай. И сегодня поговорим о моей любимой теме, которая называется «Марафон знакомства». И перед тем, как... Все нормально у всех? Все хорошо, да? Есть контакт? И перед тем, как начать эту тему, я включила несколько видео как раз именно уже из истории нашей команды. И, конечно же, из истории нас с Димой. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто в первый раз, может быть, видит меня или меня везде, где я говорю «меня», это значит и меня и моего мужа вместе. Так как я сегодня просто провожу вебинар одна, обычно это тема моя, но вообще, в принципе, это про нас обоих всегда говорю. В общем-то, в принципе, мы с вами все знакомы. Отлично. Тогда мы с вами... Я все равно в любом случае переключу слайд, чтобы показать нам хотя бы на одной картинке нашу историю и план вебинара. План вебинара у нас такой. Сегодня сначала я расскажу нашу историю, это буквально вообще вкратце, буквально минутка. Самое интересное знакомство расскажу вам. Какие у меня самые интересные знакомства были за мою историю. Как я делаю эти знакомства. И 21 лайфхак, как это делать и зачем. Зачем вообще знакомиться, с какой целью и как это делается. Также приведу примеры диалогов из нашей команды, из нашего бизнеса и лично мои диалоги и ответы на вопросы, конечно же. Если у вас будут вопросы, потому что я постараюсь вам рассказать все очень емко и для того, чтобы вы это сразу могли применять в практике. Итак, поехали. Начнем с истории. Как обычно в нашем бизнесе и на любом вебинаре мы рассказываем историю. Наверное, за исключением того, что мы рассказываем не всегда свою историю внутри нашей команды. Но так как мы с вами все, как одна большая команда Reflame Россия, то каждый из нас вносит вклад в развитие друг друга. Так вот, возможно, вы сейчас из истории что-то услышите для себя и возьмете для себя на заметку, чтобы ваш бизнес и ваш рост был еще более быстрым и таким, каким вам хочется. И первая пришла в Reflame я, это был 2007 год, даже конец 2006, начало 2007 я пришла в Reflame просто для экономии. Я тогда училась на первом курсе филологического факультета и хотела я быть филологом, учителем русского языка и литературы. Мои родители-учителя всю жизнь проработали в школе, учителя математики и физики. Я хотела тоже работать учителем, но так-то, в общем-то, я не хотела жить в таком графике, как они живут. Но почему-то вот это слово филолог мне очень понравилось, нравился учитель-филолог в школе, и я пошла на учителя русского языка и литературы. И слава богу, что я туда пошла, потому что именно тогда я познакомилась с хозяйкой моей квартиры, которая впоследствии меня привела на мастер-класс по уходу за кожей лица, именно к моему наставнику, который впоследствии стал моим крестным отцом. И в результате вот такая вот история сложилась, история знакомства с компанией Reflame. В Reflame я пришла на мастер-класс, мне сделали уход за кожей лица, это был 2007 год. Сначала мы со мной поговорили, после мастер-класса был разговор. Знаете, как с детьми разговаривают на тему мечты, о чем ты мечтаешь, какие у вас, ну и вот все в таком духе. И Александр Владимирович, на тот момент это был просто для меня незнакомый мужчина в галстуке, который странно, почему-то работает в Reflame, который до Reflame обычный работник завода, он работал сварщиком на заводе. И вы знаете, вот этот мужчина, он до меня донес суть бизнеса, на тех словах, на которых мне и надо было. То есть он мне говорил о чем? Он мне говорил, а представь, что мы... А, он меня спрашивал, какие у тебя есть мечты? Я рассказывала, что у меня есть мечты, написала список 8 мечт. Наверное, у вас тоже был когда-нибудь диалог с вашими наставниками, да, о чем вы мечтаете. Да, я мечтала стать президентом, но я тогда об этом даже не писала, и даже боялась писать, где-то внутри у меня это сидело. Но я написала самые обычные мечты. Вот все мечты, которые я тогда писала, они сейчас есть вот на этом слайде. Я мечтала путешествовать, я мечтала найти мужа мечты, я мечтала о том, чтобы был доход, который позволяет свободно жить, свободно путешествовать. Я мечтала о квартире, о машине, о детях. В общем, вот все, что сейчас есть у нас, это как раз были тогда мои мечты. И вы знаете, вот когда я вот это написала, у меня было 8 мечт в списке. И вот эти 8 мечт, я понимала, что на это все нужны деньги. И тогда, на тот момент, денег неоткуда было брать. Тем более студентка, ну, откуда? И вы знаете, вот все, что на тот момент мне нужно было, это начало исполняться с уровня директор. С уровня директор. Первый раз в 19 лет я увидела море именно с Арифлейм. Когда я закрыла звание директора, я поехала на 1000 долларов в 2008 году на первое свое Красное море в Египет. Это была моя самая-самая главная мечта, ради которой я каждый день работала. Каждый день, даже если мне отказывали, меня мотивировала, вдохновляла моя мечта. Ну и, конечно, мой наставник, который был всегда рядом, который был всегда в зоне доступа. Я ему могла звонить на любую тему в любое время, суток и дня и ночи. И вы знаете, вот эта поддержка и вера в меня, моего наставника, она меня очень вдохновляла. И я понимала, что у меня все получится. Потому что я в Арифлейм пришла не умеющая, не разговаривать, не выступать на сцене, краснеющая постоянно, без опыта работы, без образования. И вот такая вот, знаете, как комок блины. И вот я такая, когда пришла в Арифлейм, Александр Владимирович мне постоянно говорил, у тебя все получится, ты молодец. И я его переубеждала еще в этом. Но потом он меня снова переубеждал на своем, на свой лад. И вот так вот в 19 лет я стала директором компании. После этого мы познакомились с Димой. И вот с тех пор мы вместе 10 лет развиваем этот бизнес. Потому что он почти сразу пришел в мой бизнес тогда, на тот момент. Это был мой бизнес. Я как раз закрыла директора, вся такая на энтузиазме. И дальше уже все вот так вот шло, брело и ехало. Имеется в виду, что все это, все это, все, что мы делали, это было с Арифлейм. И все, что у нас сейчас есть, это все благодаря компании Арифлейм. На слайде вы видите уже то, что у нас есть. То есть это и дети, и квартира, в которую мы сейчас делаем ремонт, вот летом должны переехать. Это и путешествия вместе с компанией Арифлейм, о которых мы когда-то мечтали. Например, во Франции, в Париж я когда-то мечтала очень сильно, настолько сильно, что я сделала калаш. И это было, я помню, ночью делала этот калаш. Дима надо мной еще так, ну, подсмеивался. Он тогда в это не верил, в это во всем. Это был 2010 год, я делала калаш. И в 2013 году была наша первая золотая конференция именно в Париж и сразу во Францию. Это была первая страна конкретно для Димы. Это Европа для нас в первый раз. И вы знаете, вот настолько компания Арифлейм умеет исполнять наши мечты. Я вообще для меня это стиль жизни. Я очень обожаю компанию Арифлейм. И я уверена, что случайности не случайны. И каждая встреча, каждая история вас, как будущих бриллиантов, топовых лидеров, президентов компании Арифлейм, эта история, она единственная неповторимая. Поэтому обязательно запоминайте свои победы, запоминайте свои, возможно, какие-то уроки большие, которые вот и записывайте, потому что я это не записывала, и потом пришлось на уровне директора, золотого директора это все вспоминать. Но вот сейчас еще хочу сказать о том, что у нас еще исполнилась недавно мечта, и не одна. Вы знаете, в нашей команде теперь три автомобиля, три белых автомобиля, еще четвертый в Нижнем Новгороде ездит, это у Димы Брат на нем сейчас ездит, три автомобиля белых Арифлейм. Мы этим очень гордимся, и буквально вот в это воскресенье наша Вика Токсанова, директор из команды Вики Решетниковой, получила автомобиль, она его купила. Благодаря Арифлейм она исполнила эту мечту, Шкода Октавия, и теперь у нас три автомобиля. Мы этим очень гордимся, и мы будем пополнять наш автопарк. У нас есть очень многие мечтатели, которые хотят именно белый автомобиль с логотипом Арифлейм, потому что лично для нас это гордость, для нашей команды это гордость, и что мы представляем наш город, и вообще Арифлейм Россия, и к Арифлейм совершенно по-другому относятся. И в тот день, когда мы получали эту машину, вот потом мы делали фотографии, скоро будет видео на эту тему, мы рекрутируем этими роликами, мы приглашаем людей на бизнес с автомобилями, сами мы получили в 31 декабря свой автомобиль Шкода Кодиак, сейчас смотрела ролик, и вы знаете, такое ощущение, быть, это было вообще давным-давно, потому что мы на этой машине ездим, как будто мы всегда на ней ездили. Да, у Вики Решетникова тоже авто Арифлейм. Только что ура! Значит, скоро еще будет один автомобиль с логотипом Арифлейм. Мы гордимся нашей командой, мы гордимся нашими партнерами, потому что именно благодаря нашей команде сейчас эти результаты, которые есть у нас, они у нас есть. И я думаю, что каждый из вас пришел в этот бизнес, потому что вы также мечтаете о том, чтобы и в вашей команде были такие же директора, такие же драгоценные директора. Наверняка у вас есть мечты, чтобы ваша команда была очень растущая, и вот это все, я прям, вот наш бизнес, он уникальный, он уникальный еще и в этом, потому что именно наш бизнес держится на отношениях. Наш бизнес – это не только деньги, это не только премии, чеки, автомобили и так далее. Это то, что дает энергию и вам, как развитию личности, как именно человеку с большой буквы и несущему вот эту миссию, миссию помогать другим людям. И это буквально вкратце, потому что я могу об этом очень долго говорить. И теперь поговорим о самой моей любимой теме, самой-самой-самой – это марафон знакомства. И прежде чем говорить об этом марафоне знакомства, я хочу сказать, как это все у нас зародилось, и даже, наверное, не как это все началось, а просто с какого знакомства самого важного начался этот марафон знакомства. Наверное, это все-таки первое знакомство, которое самое важное лично в моей жизни было на улице – это с Димой. Потому что Дима сам ко мне подошел на улице, это было тогда, когда я выходила на улицу с листочком и ручкой, тогда еще сотовые телефоны только появлялись. Как раз вот я закрыла директора, приехала с моря, вся такая загорелая, вышла на улицу в очередной раз, и я просто собирала контакты на улице, просто на листочек записывала контакты. И вы знаете, подходит ко мне молодой человек и начинает со мной общаться, ну, хочет попросить номер телефона. И когда он ко мне подошел, я сначала не стала ему давать номер телефона, я сказала, что я с незнакомыми не знакомлюсь. Он отошел в сторону, потом снова подходит и говорит, девушка, все-таки давайте познакомимся. В результате мы знакомимся, и вот с тех пор мы уже 10 лет вместе. Это было такое, знаете, очень знаковое знакомство, которое изменило всю нашу, ну, и его, и мою дальнейшую жизнь. Он тогда был студентом пятого курса на факультете машиностроения, да, он по образованию инженер-машиностроитель. И после этого он еще 50 дней проработал на работе, у него есть трудовая книжка на 50 дней, и сразу ушел, присоединился в бизнес. Контакты собирал? Вообще очень смешно. Я просто выходила с листочком, ручкой, подходила к незнакомым женщинам. У меня целевая аудитория была конкретно женщина. Я подходила к женщинам и говорила, здравствуйте, меня зовут Лена, очень приятно, а вас как зовут? Они спрашивали, ну, типа, а зачем там? Ну, некоторые не спрашивали. Теперь я понимаю, почему кто-то спрашивал, кто-то нет, кто-то был красный, кто-то зеленый, кто-то желтый, на улице кто-то синий, синий, они сразу знакомились, желтый, то же самое. Они всегда называли сразу свое имя. Вот, и я дальше говорила, меня зовут Лена, очень приятно. Я консультант компании Арифлейм, вот так вот я говорила. И дальше я говорила, мы проводим мастер-классы по уходу за кожей лица. Скажи, когда у вас есть свободное время, чтобы прийти к нам на мастер-класс по уходу за кожей лица? Вот я так говорила. Ну, и там иногда текст менялся в зависимости от ситуации, соответственно, потому что этот текст был, соответственно, как человек отреагирует. И вот так я собирала контакты. И каждый день я выходила на улицу, летом это было раза 4, 5, могла 6. Короче, могла, если погода хорошая, вот такая, как сегодня, например, у нас 30 градусов весь день, я могла весь день стоять на улице. После того, как я собирала контакты, потом я их обзванивала и приглашала на мастер-класс. И потом целый день делала мастер-классы. Вот так вот мы раньше работали. Так мы делали директора без Novage, без Wellness, тогда еще ничего не было. Половина продукции не было на складе. Короче, я сейчас вообще уйду не в ту тему. Но мне это все безумно нравилось, и мне казалось, что вообще круто, мне очень нравится. Дальше. Какие еще интересные знакомства были вообще когда-либо у меня на улице? Например, это с Владимиром Александровичем Бондаревым. Иду, значит, я такая на улице минус 35, иду по улице. Мастер-класс проводили в офисе. Иду по улице, навстречу идет дядечка. Дядечка такой, знаете, с бородой, такая седая борода. И он такой идет весь навстречу, и у него вся борода вынье. На улице холодно, у меня ресницы все-таки, знаете, вынье, и у него борода. И я, значит, иду и смотрю, он прям похож на Деда Мороза. И я, думаю, такой дядечка классный. И думаю, как это ему сказать, вот как это подойти и познакомиться. У меня всегда цель познакомиться с кем-нибудь, я прям не знаю, я как до этого, мне очень нравится это делать. За каждым человеком, мне кажется, просто стоит очень, очень интересная история. За каждым человеком, спасибо большое, за каждым человеком какая-то новая жизнь. За каждым человеком новая страница книги. И мне это так интересно, а какая же сейчас страница моей книги откроется передо мной. И, значит, когда идет этот дядечка навстречу, я в это время быстро соображаюсь, что же ему сказать. Ну, в результате самая лучшая фишка в знакомстве, запишите, пожалуйста, это комплимент. То есть, когда вы делаете комплимент от души, это я уже про лайфхаки пошла. Когда вы делаете комплимент от души, с удовольствием, с улыбкой на лице, искренний комплимент, вот это самое лучшее. И я останавливаюсь, он останавливается. И я говорю, мужчина, а, я не помню, как я тогда сказала, но было очень холодно, у меня уже рот застывал. Я, в принципе, бежала в офис, и у меня не было такой цели познакомиться. Я просто шла и наслаждалась красотой. И я остановилась и говорю, у вас такая борода красивая. Ну, что-то такое, я ему сказала. И он такой остановился, и он остановился, такой смотрит на меня, глазами моргает и такой говорит, спасибо, дорогая, мне так приятно. Редко кто из молодежи так останавливается и замечает вообще нас, вот таких пенсионеров. И вы знаете, да, у него была борода, она такая вся была в выне, как у Деда Мороза. И он такой остановился, на меня смотрит, и вот знаете, у него такая доброта в глазах. Я думаю, вот это да. И он так, знаете, со мной, и он начинает мне читать стихи. И потом он читает стихи, и я так понимаю, вот это да, это такой человек, от него такая энергетика. И я остановилась, слушаю его стихи, я забыла про то, что я замерзла, про то, что я куда-то торопилась и бежала. И мы, знаете, как будто никого рядышком нет, и мы с ним вдвоем стоим. Вот кого-то, вы знаете, у нас там свидание, хотя он мне в дедушке годится. И мы с ним стоим, и он, значит, мне читает стихи, смотрит на деревья, я смотрю на деревья. И мы такие смотрим друг на друга. И он говорит, можно вас обнять? Я такая, конечно. И мы с ним обнялись, и вы знаете, такая энергетика. Я думаю, ну, наверное, какой-нибудь батюшка, он, ну, наверное, просто на прогулке, и вот то, что он не в его одеянии, да, не в рясе там, не в... Я такая смотрю на него, я думаю, вот это да. И просто мы с ним стояли, и вы знаете, тогда не было цели там взять контакты еще. Я просто вообще была в шоке от того, что происходит. То есть я могла пройти мимо, но это настолько... Вот, я не знаю, меня знакомство очень заряжает. Я хочу, чтобы после моего вебинара все, каждый из вас, также заряжался от каждого знакомого, нового вашего знакомого. Вот, и дальше он говорит, а как тебя зовут? Я говорю, меня Лена зовут. Он говорит, ой, меня дочку тоже Лена зовут. А, это, да, по-моему, он меня спросил, как зовут, а потом... И потом, значит, мы с ним обнялись, и он пошел дальше. И как бы он говорит, спасибо тебе большое. И как-то вот так вот, и потом мы с ним попрощались, и он меня благословил. Я такая иду, ну, точно, батюшка, наверное, какой-нибудь, и он, значит, уходит. И я такая прихожу в офис, такая, говорю, девчонки. А до этого я, когда с Димой познакомилась, я прибежала в офис, я говорю, девочки, я сейчас с таким мальчиком познакомилась. И я такая забегаю в офис, я говорю, я сейчас с таким мужчиной познакомлюсь. Девочки такие, так, хватит, погоди, у тебя уже муж есть, хватит знакомиться с мужчинами. Вот, и вы знаете, я весь день ходила в таком ощущении, будто бы, я не знаю, я там просто переделала кучу всего, как будто бы у меня вообще откуда-то крылья выросли. И вы знаете, я потом опонялась, думаю, почему я контакт не в него не взяла, почему не спросила, кто же он такой. И вечером, времени был 10 час, на улице минус 30, холодно вообще. Я выхожу, чтобы разогреть свою машину, тогда у нас еще была даже, ну, Chevrolet Lanos у нас была машина. И вы знаете, выхожу на улицу, и включила машину, и такая сижу, смотрю на деревья, как на улице красиво, мечтаю такая, сижу. Думаю, вот, и вспоминаю этого мужчину, думаю, такой мне сегодня мужчина попался вообще, а я даже у него контакт не взяла, вот такой добрый. И вы знаете, идет этот мужчина по улице, я бросаю машину, выбегаю из машины, бегом его догоняю. За ним бегаю и кричу, мужчина, подождите, подождите, это как, как он до фильма, мужчина. Я, значит, его догоняю, и мы с ним, я говорю, это ведь вы сегодня мне на улице попались. Он такой, да-да-да, а я, говорит, иду, тебя вспоминаю. Я говорю, а я вас вспоминаю. И мы с ним такие остановились, снова обнялись, он такой, а как тебя зовут, красавица? Я говорю, меня зовут Лена. Я, знаете, как Снегурочка и Дед Мороз. Я такая смотрю на него, у меня вообще шок, как так? Я только о нем подумала, и снова идет он. Откуда? Это чудеса какие-то. И мы с ним остановились, он говорит, ты знаешь, мою дочку тоже зовут Лена. И он говорит, меня зовут Владимир Александрович. Я говорю, очень приятно, Владимир Александрович, вы такой удивительный. Я говорю, а откуда вы идете? Он говорит, я иду с работы. Я говорю, разве так с работы приходят? Он говорит, ну да. Я говорю, так люблю свою работу. Я говорю, я тоже люблю свою работу. Я говорю, а кем вы работаете? И вы представляете, этот мужчина, ведущий, скульптор, архитектор города Кирова. Все скульптуры почти города Кирова сделал именно он с его женой, с которой они вместе 55 лет, Клара Ивановна Коценко, у него написанные книги, у него куча стихов, это исключительно творческие люди, он меня пригласил в свою студию, в свою мастерскую, я несколько раз у них была, и когда я приходила к ним, они у меня начали пить wellness, я их пригласила на анализатор Танита, они пришли, они начали заказывать витамины, но после этого они очень много раз, они постоянно в работе, вы знаете, они работают с утра, с раннего утра и до позднего вечера, и мы обоим под 80 лет, они вот 55 лет вместе, удивительные просто люди, я когда к ним приходила, я просто, я на крыльях счастья от них и приходила к ним, и уходила от них, вы знаете, вот каждое знакомство, я сейчас, конечно, могу про каждое знакомство рассказывать, это вот исключительно удивительная история, поэтому вот у меня почему-то такое вот ощущение с каждым знакомством, и хочу вас к этому тоже призвать, чтобы каждое знакомство, оно для вас было удивительным, таким же вот как у меня с Владимиром Александровичем, с главным редактором журнала недавно познакомилась, в очереди, в очереди мы познакомились, вы знаете, очень интересно, по-моему, у меня даже диалог есть с этой девушкой, мы, значит, я примеряю платье, я нормально, если я вам буду вот так вот прямо из истории рассказывать, я примеряю платье, чтобы вам было понятно, как я это делаю, чтобы у вас не, просто я знаю, что мои партнеры, да, из нашей команды, они это, они это всегда, им это очень нравится, они в принципе, когда я им расскажу, они идут дальше это повторять, потому что это не, это сам процесс, именно, вот мне лично самой было интересно сам процесс, то есть вот есть, да, там, бриллиантовые лидеры, есть топовые лидеры, а как они к этому пришли, что они конкретно делают, вот мне было самой всегда интересно, и, значит, мы с соседних, находимся в примерочных, я со стилистом в это время примеряла свое платье, то есть то, что она мне подобрала, и я, значит, слышу в это время, пока одеваю платье, в соседнюю примерочную девушка выходит, и мой стилист, она его, она ей говорит, Наташа, привет, я думаю, вот это да, а я, мне девушка очень понравилась, она такая симпатичная, и она, значит, начинает общаться, я думаю, ну все отлично, если что, я узнаю у стилиста, как, как узнать контакты этой девушки, и в результате, мы, значит, с ней, с этой Наташей Мерием платье, стоим у одного зеркала, она на меня смотрит, я на нее, я говорю, ну вам очень идет, она такая, вам тоже очень идет, такие друг на друга смотрим, ну и потом у нас пути дороги расходятся, то есть мы с Олей уезжаем со стилистом в другой магазин, а Наташа остается там, и в результате мы где-то час-полтора еще ходили по другим магазинам, и потом я возвращаюсь за этим платьем в этот магазин, и представляете, именно в этот самый момент, именно это Наташа, она тоже куда-то отвлекалась, она тоже куда-то уходила по магазинам, именно мы одновременно подходим к Касте, и одновременно покупаем те платья, которые мы оставили, вот те, которые мы примеряли, мы эти платья оставляли, вдруг, если мы не найдем, и мы с ней в это время стоим в очереди и расплачиваемся, то есть, допустим, 5-10 минут у вас, даже нет, минута, у нас есть минута, то есть она оплачивает по карте, я оплачиваю по карте, в результате, когда я оплачиваю по карте, и, значит, она дает карту, я даю карту, в это время я говорю, ой, вы пришли за платьем, она такая, да, я говорю, значит, все-таки лучше не нашли, она такая, все-таки нет, в это время на нас смотрит вот эти две девушки, которые за кассой, ну, нам вообще, честно говоря, видимо по барабану, мы прям так начали друг к другу улыбаться, сразу как-то расположились друг к другу, и вы знаете, если человек не хочет идти на контакт, он, в принципе, не пойдет к вам на контакт, но вот девушка, с которой я просто продолжила общение, я еще никуда ее не зову, я просто с ней знакомлюсь, и она начала со мной общаться дальше, и я говорю, а вас зовут Наташа, она такая, да, а вас как зовут, я говорю, меня Лена, очень приятно, очень приятно, я говорю, Наташа, вы часто бываете в этом магазине, она говорит, ну, иногда бываю, я говорю, а с Олей давно знакома, она такая, ну, да, мы с ней раньше работали вместе, я говорю, да, так здорово, я говорю, а я недавно с ней познакомилась, она говорит, Оля, очень классно, я говорю, да, я это уже заметила, то есть в это время, пока мы расплачиваемся, пока нам там отбивают чеки и так далее, мы с ней стоим разговариваем, дальше, потом Наташа отходит в сторону, дальше я, дальше за ней, она проверяет чек, стоит, я тут же рядышком к ней подошла, потом я с этими пакетами, она с пакетами, я, а это было перед Новым годом, и у нее куча пакетов, я говорю, Наташа, кому, говорит, столько подарков, она говорит, ну, у меня двое детей, я вот сейчас в декрете, я говорю, да вы что, я тоже в декрете, она такая, да, так здорово, я говорю, давайте с вами познакомимся поближе, я говорю, вы где-то есть в соцсетях? Она такая, конечно, ой, а давно? И она давала меня расспрашивать, я думаю, ну, вообще желтая Наташа, она желтая, они всегда интересуются, они всегда задают вопросы, им всегда интересно, особенно если это касается детей, близких, родственников, и она меня, значит, спрашивает, ой, а давно у вас, а сколько у вас, ну, там, сколько детей, а сколько малышу? И я ей рассказываю, потом она мне рассказывает, короче, мы с ней тут зависли на 5-10 минут, и мы с ней стоим, разговариваем, нам вообще без разницы, что там очередь, не очередь, мы достаем о своем. В результате обменялись контактами, начали с ней переписку, я потом переписку покажу. Оказалась она главный редактор журнала нашего Кировского. Дальше с глав, давайте из, я хотела про каждую, у меня такие все истории, такие все родные, такие интересные. С главным врачом районной больницы, расскажу как. Было очень интересно, я пришла, тоже очень интересно, я пришла в кафешку, и вы знаете, в кафе, а, кстати, я помню, что, почему я еще люблю эти истории, потому что, когда мы, я помню, когда Альбина Хафизова рассказывала, как ее зарегистрировала Рада Никитина, как она посмотрела на так, 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 что-то я не туда ушла, я тут вопрос открыла, как она посмотрела на то есть, как она, как Рада с ней начала диалог, и это было происходило на улице, как они начали разговаривать, общаться, и вот так вот расположились друг к другу, да, и вот Альбина, она совершенно, ну, не знакомому человеку, она стала доверять сразу, потому что, вот для меня лично первое впечатление о человеке, это именно то впечатление, ради которого стоит работать над собой постоянно, и поэтому один еще из, я это не сделала вебинар, сейчас и вспомнила, очень важно постоянно работать над собой, чтобы первое впечатление о вас у человека, с которым вы, возможно, потом будете строить бизнес, возможно, вы будете даже жить в одном доме, как мы сейчас будем жить в одном доме с Настей Лобовиковой, с нашим лидером, с которым познакомились. Кстати, я знакомство с Настей Лобовиковой написала сюда. Это одно из самых потрясающих знакомств также моей истории, вообще Арифлейм, моей истории жизни, потому что именно это знакомство просто изменило судьбу всей нашей команды и нашей в том числе. Так вот, как я познакомилась с главным врачом, все меня понесло. Вы знаете, чтобы первое впечатление о нас всегда было, всегда было самое лучшее, и чтобы первое впечатление о нас было именно то, как мы себя ощущаем, если мы выходим на улицу, как мы ощущаем себя, когда мы выходим на улицу, если мама в декрете, как мы себя ощущаем, если мы где-то находимся в другом месте, соответственно, одетыми этому месту и так далее. Очень важно, это я буду проговаривать, очень важно быть гибкими и всегда готовыми. Так вот, я, значит, такая вся, не помню, зачем я пришла в это кафе, но я помню, что я пошла в туалет, и иду такая в туалет, а там очередь. И я, значит, жду, когда женщина передо мной зайдет, и в результате эта женщина заходит, она пошла мыть руки, и потом, ну, короче, так получилось, что мы с ней столкнулись прямо в туалете, с женщиной с этой, и мы с ней такие, знаете, она выходит, я входим, и мы так в дверь вдвоем втиснулись, я такая, ой, ну, в общем, мы засмеялись. И представляете, вот даже вот такие смешные ситуации, они приводят к регистрациям. В результате, вот как мы с ней прошли, такие вместе посмеялись друг к другу, улыбнулись, и она уходит, садится за столик, я вижу, куда она садится, потом я выхожу, значит, мою руки, выхожу и иду за ней. И она сидит еще с одной женщиной, и я к ним подсаживаюсь, а, я смотрю, у той второй женщины в руках наша Джордани Голд зеркальца, и она красит нашей Джордани Голд помадой губы. Я к ним подсаживаюсь и говорю, дорогие дамы, или что-то я такое сказала, я говорю, здравствуйте, очень приятно познакомиться, а вы пользуетесь продукцией компании Reflame? И они такие на меня обе смотрят, улыбаются, и они такие, и одна такая говорит, да, я так люблю помаду Джордани Голд, я говорю, по вас так это заметно, вы, говорю, такая ухоженная, ну, что-то я ей комплименты какие-то такие сделала, то, что пришло тогда в голову, я говорю, так здорово, мне это так приятно, я пользуюсь тоже продукцией компании Reflame, я сотрудничаю с компанией Reflame, я говорю, а вы из Кирова? Они такие, нет, мы вообще из района. Я говорю, да, очень интересно, я говорю, из какого вы района? Я тоже из района, и мы начали с ними общаться. В результате, та, которая губы красила помадой Джордани Голд, эта женщина была главным врачом больницы крупного района нашей области. И когда мы с ней начали общаться, потом они начали мне заказывать велнос, женщина зарегистрировалась, и она начала пить велнос, витамин и коктейль. И вы знаете, вот тоже вот это знакомство, вроде бы так через туалет, да, оно началось. То есть, если бы мы там с ней не столкнулись, я бы не увидела, ну, не обратила бы внимания, что вот эти две женщины, и я бы к ним не подсела, просто прошла бы мимо, вообще бы, может быть, не обратила внимания. Но, благодаря тому, что я всегда ищу моменты, когда познакомиться, даже в туалете, даже в дамской комнате, приехали мы в Казахстан, в Алматы, и не выходя из туалета, я сделала четыре знакомства. И вы знаете, это я просто не могла остановиться. Там все так красиво, там прямо туалет, как, знаете, музейная комната какая-то. И настолько все, это все, эта женщина, она просто покупатель для себя. И вот, вы знаете, в Казахстане я тоже познакомилась с уникальными женщинами. Одна оказалась какая-то, в общем, прямо, она там, ну, прям какая-то супер-пупер леди, бизнес-вумен, и мы с ней познакомились, и у нас сейчас есть контакты, мы переписываемся в Инстаграм, и с ее дочкой также. Так, в общем, спасибо большое за обратную связь. Я еще недавно также познакомилась с психологом из колледжа культуры. С этой женщиной мы еще просто пока общаемся, мы с ней на созвоне. Но она сыграла очень большую роль в том, что наш ребенок пошел именно в ту школу. Благодаря этому знакомству я получила обратную связь об этой школе именно от этой женщины, потому что она психолог, она осознает этого директора школы, той школы, в которую пойдет ребенок. То есть как важно делать знакомство абсолютно везде. Я чувствую, что у нас сегодня вебинар затянется больше, чем на час. Вы готовы? Потому что если вам достаточно, вы, пожалуйста, остановите меня. Я про историю не буду рассказывать. Я лучше расскажу тогда про лайфхаки. Либо вы, ну, понимаете, да, это я все делаю для вас, поэтому если что, вы говорите, вы кричите, что все, хватит. И, значит, как познакомилась с психологом? Значит, у нас был праздник, мы были спонсорами этого мероприятия. И идет женщина по коридору. Идет женщина по коридору. И я иду. Очень важно всегда улыбаться, естественно. Я иду навстречу к этой женщине, она идет ко мне навстречу. Она вообще улыбается. Я иду, делаю то же самое. Мне приятно. И я иду к ней навстречу. Мы с ней, значит, подходим друг к другу. И вы знаете, она останавливается, и я останавливаюсь. И я говорю, у вас-то как, классная улыбка? Она такая на меня смотрит, у вас тоже? И мы такие обе смеемся. Я говорю, а вы здесь работаете? Она такая, да. Я говорю, а как вас зовут? Она говорит, Ольга Ивановна. Мне руку протягивает. Я говорю, очень приятно познакомиться. В результате, когда мы с ней начали общаться, в результате она оказалась психологом в этом колледже культуры. Ну, и дальше уже мы с ней продолжили общение. Я говорю, Ольга Ивановна, вы такая удивительная. Я говорю, очень приятно познакомиться, а вдруг мы будем друг другу полезны. И когда начинала, кто первый пошел за вами, имейте в виду, когда давным-давно начинала. И в результате мы с ней познакомились, естественно, у меня всегда с собой визитки. Я сегодня покажу, какие мне визитки. И дальше мы с ней теперь на созвоне всегда. И потом смотрю, у нее шарфик Арифлейм. То есть у нас с ней есть тема теперь для разговора про Арифлейм. Недавно увидела у нее на стене. Дальше познакомилась с мамочкой в аэропорту, с которой мы сейчас переписываемся, когда мы ей летали в Казахстан. Мы просто, я начала общаться, я говорю, сколько вам... Любимый вопрос моей целевой аудитории, это сколько вашему ребенку, сколько вам. То есть если ребенок рядышком, это понятно. Мамочка понимает, что это я не ее спрашиваю, сколько ей лет. Я спрашиваю, сколько вам, или сколько малышу, сколько вашему ребенку. И дальше все, тема уже продолжается. Очень интересное знакомство было недавно с Артемом и Ириной на площади. У нас был праздник в городе. И бегает девочка такая в желтых ярких сапогах, и за ней ходят два родителя. На улице вообще ливень просто. И я хожу в своей куртке Wellness от Арифлейм, которая, знаете, такая темная куртка Wellness. Я хожу в этой курточке и смотрю на девушку, которая бегает за этим ребенком, мамой этого ребенка. В результате я подхожу, делаю комплимент. Я говорю, у вас очень у дочки яркие, красивые сапоги, видны издалека, особенно в такую погоду. Так приятно, когда мамы детей так красиво одевают своих детей. Я говорю, а где вы заказали ребенку такие сапоги? И она мне начинает рассказывать. В это время онлайн тоже рекрутирую. И если я онлайн знакомлюсь, я также знакомлюсь через комплименты, через комплименты к фотографиям. То есть знакомство – это расширение моего круга знакомых, чтобы потом дальше перевести этих людей в онлайн. Как раз вот я в лайфхаках это рассказываю. И в результате мы с этой девушкой так и близко не познакомились, но познакомились тут же с ее мужем. Но я не успела взять их контакт, точнее не решилась, я не знала, как подойти. Но потом так получилось, что нас свела опять же судьба. Я выхожу в это время из кафе, вместе со своими детьми мы направляемся к машине. Именно в это время вот ее муж, той девушки Ирины, он подходит к пешеходному переходу, и я подхожу в это же время к пешеходному переходу. Мы с ним вместе проходим пешеходный переход, и вместе идем и общаемся. У нас машины почти рядышком стояли. И вот настолько мы сейчас с ними переписываемся. Они предприниматели нашего города. Они очень успешные ребята. У них свой крутой магазин. Представляете, вот такие люди. Я с ними очень хотела познакомиться, но я даже не знала, как. И вот прям вселенная идеальна. Про знакомство я начала с книги «21 секрет успеха миллионеров». А также это книга, которая «25 способов завоевать доверие людей» называется. «25 способов» Джон Максвелл. Сразу я покажу вам комплименты. «25 способов» Расположить Трейси. А, Брайан Трейси, да. «21 секрет успеха миллионеров» – это Брайан Трейси, точно. И дальше с соседом Николаем. Мы вообще познакомились с мужчиной, который гулял с дочкой. Ну, как обычно, и оказался он призер забега «Вятские холмы» у нас в Кирове. Я еще ему выручала подарок, потому что мы были спонсорами на это мероприятие. То есть также просто познакомились на площадке, и откуда-то вот этот человек, теперь мы с ним очень общаемся и дружим. И также они заказывали даже у нас продукцию «Wellness», и они знают наш бизнес. «7 этапов продаж». Как обычно я строю диалог в любом случае с любым человеком, с которым я провожу презентацию. Это по технике «7 этапов продаж». Первый этап – это подготовка. Это то, что как раз мы сегодня с вами пройдем. Это 21 лайфхак, это подготовка наша с вами. Второй этап – это присоединение. Это умение делать комплименты. Это навык присоединения к человеку и навык улыбаться. Навык тому, чтобы говорить искренне комплименты. Это постоянная практика. Присоединение – это постоянная практика. Но на 80% успеха зависит… Успех зависит от присоединения. Насколько вы честно и искренне присоединились к человеку. Дальше выяснение потребностей. Это техника задавания вопросов. Насколько вы умеете задавать вопросы. Дальше презентация. Это если мы говорим о бизнесе или о wellness, то вот здесь вот идет презентация. После этого идет работа с возражениями. Работа с возражениями, она всегда очень актуальна, потому что возражения у людей бывают. И это хорошо, когда у них есть возражения. Потому что именно после этого вы можете более конкретно и лояльно сделать завершение сделки. То есть, либо зарегистрировать на дисконт, например, человека, либо зарегистрировать на бизнес. И дальше идет сопровождение. Соответственно, если человек пришел на дисконт, то мы его как клиента в Арифлейм сопровождаем. То есть, это рассылка и так далее. То, что у вас принято работать как с партнером-покупателем. И дальше, естественно, если это в рекрутировании, то мы работаем с человеком на рекрутинг. И сразу переводим его в партнеры. То же самое, как вы это делаете обычно с вашим наставником и с вашим вышестоящим спонсором. Либо это как клиент. Человек остается клиентом, и он вам делает заказы просто по каталогу. Итак, откуда пришла эта идея? Вообще, вот марафон знакомства и вот этого делать. Я помню, как раньше мне всегда мой вышестоящий директор, наставник, он всегда меня этому учил. Но я раньше не уделяла этому внимания. Александр Владимирович, директор компании Арифлейм, это мой вышестоящий спонсор, который меня именно вот этому методу научил, методу знакомства. Он мне говорил, всегда знакомься везде и со всеми. А вось пригодится. Ну и вот он так вот меня настраивал. Я это вообще, к этому очень, ну, я говорю, Александр Владимирович, да зачем? Ну там, это же, ну как вот, в общем, у меня куча была отговорок. Но он говорил, Лен, ты вообще вот не переживай по поводу того, что люди подумают, что скажут. И, видимо, у меня вот тогда вот, пока я шла к директору, у меня вот этот страх начал проходить. И я постоянно это делала на улице, я постоянно подходила на улицу, собирала контакты. Поэтому для меня это было уже, ну, золотой директор, это уже вообще легко было. В результате я это делала, но я не думала, что это можно сдублицировать. Я думала, это я вот такая вот уникальная и удивительная, я только я умею так. Так, и когда у меня получилось, что я это постоянно делала, это у меня уже было в практике. Поначалу я знакомилась, например, в автобусе еду, там, да, вот сейчас жара на улице. Я поначалу сразу всем презентацию бизнеса. Я, допустим, познакомилась с девушкой, сидит девушка, она мне понравилась. Я дальше начинаю о погоде и о природе. Например, ой, как сегодня на улице жарко, и дальше слушаю ее реакцию. Если она поддерживает мой диалог или, допустим, ну вот, ну и сегодня погодка, да, ну то есть я опять же слушаю ее реакцию. И дальше я сразу начинаю ей рассказывать о бизнесе. Или, например, какая-нибудь бабушка. Я начинаю ей тоже о чем-нибудь рассказывать, об Арифлейм. Зачем бы этой бабушке Арифлейм вообще? Мне нужна ее внучка. Ну, короче, я потом поняла, какая моя целевая аудитория. Вот, отлично, Светлана. У меня тоже так очень много знакомых появилось. В результате вот эта идея у меня пришла делать такие знакомства и более осознанно это все выложить в марафон знакомства, потому что от меня это уже начали требовать мои партнеры. Они начали говорить о том, что все-таки уже пора. Там, например, Настя Лобовикова, она говорила, Лена, ты вот это все знаешь, ты мне каждый раз рассказываешь, а почему бы тебе не поделиться это со всеми? Ну вот это же можно, это же можно всем рассказать. И вот оттуда пришла такая идея, рассказать то, что я уже умею делать, а вдруг это кому-нибудь пригодится. Теперь я понимаю, что это все дублицируемо. Нет ничего особенного в этом, это может абсолютно каждый. Как это может? Я хочу вот сегодня вам об этом рассказать, сколько у нас времени остается. 21 лайфхак. Я постаралась именно выложить это, почему в 21. Вообще, когда мне эта идея пришла, я быстро села за, буквально там, за 15 минут написала вот эти 21 лайфхак, чтобы каждый день в течение каталога выкладывать это каждый день видео. И это было записано в прошлом году летом. Записывала каждый день минимум одно видео на 3 минуты, чтобы рассказать своим, просто своим партнерам о том, как это делать. Но потом это, оказывается, нужно было уже всем. И, соответственно, вот то, что мы сейчас делаем, это приносит результаты не только мне, но и моей команде. Вот перед тем, как рассказать, я хочу вам сказать это, что это не только делаю я, это делает вся наша команда, наши ключевые бизнес-партнеры, поэтому это дублицируемо. И каждый из вас это может повторить, потому что одно знакомство в день – это привычка миллионера. И чтобы в этом бизнесе получалось, лично для меня эта привычка, она каждодневная уже 3 года подряд. То есть каждый год у меня появляется новых 365 знакомых. И даже если у меня иногда не получается знакомиться и выходить физически на улицу, то я делаю знакомство обязательно либо через онлайн, либо я это сегодня, например, не познакомилась, завтра я делаю 2 знакомства. Или могу сделать за один день 10 знакомств. То есть это обязательно. Про блокнот знакомств сейчас обязательно скажу. То есть это навык лидера быть всегда готовым и гибким в любой ситуации. Это осознанный выход из зоны комфорта, который с Арифлэйм позволяет исполнять мечты. Я думаю, что это каждый президент компании Арифлэйм также подтвердит, потому что президенты компании Арифлэйм, они также всегда везде знакомятся. Дальше. Марафон знакомства. Цель – научиться легко заводить знакомство в любом месте и с любым человеком. Легко коммуницировать и общаться с людьми, потому что когда мы перестали знакомиться, когда я лично перестала знакомиться, я начала за собой замечать, что у меня просто язык, он уже атрофировался. То есть я уже не могла с людьми говорить на языке, вот именно физически на языке. Я только могла сидеть и тыкать кнопками в телефон и все. А мне нужно было, чтобы я могла рассказывать людям об Арифлэйм по-другому, как я раньше это делала. И для того, чтобы у меня этот навык не терялся, я это стала продолжать делать. И для меня важно было, чтобы мои партнеры, которые приходят в бизнес, они тоже умели говорить. Научиться задавать вопросы, потому что когда человек учится в режиме нон-стоп, прямо здесь и сейчас, задавать вопросы, исходя из ситуации, в которой он находится, он может в любой момент сообразить и задать вопросы тогда, когда он ведет диалог в онлайн. Потому что онлайн-пространство – это немножко другое пространство, где нужно также быть открытыми с людьми, где нужно быть также искренними с ними, где нужно быть также коммуникабельными, где нужно так, чтобы человек почувствовал даже через экран, он почувствовал, насколько вы добродушны к нему. Это очень важное качество. А это качество развивается через вот такие вот простые действия, которые мы делаем в оффлайн-мире. В итоге, итог знакомства – это всегда обменяться контактами. Да, были такие случаи, когда мне тоже не давали контакт. Было и такое, но я абсолютно нормально к этому отношусь, когда я отхожу в сторону и понимаю, что я сейчас контакт не взяла. Нет, я не всегда с целевой аудиторией знакомлюсь. Я знакомлюсь не всегда. Мне нравится разное, пробовать абсолютно. Вот, я сейчас опять начну вам истории рассказывать, не с моей целевой аудиторией. Какие инструменты? Сейчас я все покажу. Инструменты – это телефон, это визитки, это блокнот знакомств. То есть, в принципе, каждый из вас может взять в руки телефон, взять, сделать визитки. У нас у партнеров, кто знакомится постоянно, у всех есть визитки. И блокнот знакомств, который очень легко приобрести в любом магазине. Итак, начинаем. А, марафон знакомства. У меня есть практический видеоролик. Если кто-то еще не посмотрел, посмотрите, пожалуйста, на это видео рекомендации. Маленькие 3-5 минут, по-моему, 3-4 минуты даже на нашем канале. Так и называется плейлист «Марафон знакомства». Там конкретные маленькие-маленькие уроки, которые мы используем в практике для наших партнеров для обучения. 21 день вырабатывается привычка. Почему 21 лайфхак? Чтобы начать что-то делать новое, нужно делать хотя бы 3 недели. В команде это делать проще и веселее. Поэтому мы завели марафон знакомства, такой чат, который у нас всегда продолжает работать. Спасибо большое за комплименты. Я вижу, это можно повторить, это можно использовать всегда в любой ситуации, потому что этот навык с нами всегда. Первый лайфхак. Давайте начнем. По-моему, я не пролистнула слайд. Да, все. И 21 лайфхак. Давайте по ним. Первый лайфхак – это блокнот знакомства. То есть мы покупаем в магазине, идем, самый красивый блокнот, тот, который вам было бы приятно записывать. Вот у меня сейчас вот такая красивая тетрадочка. То есть каждый раз, когда я ее открываю с огромным воодушевлением, я знаю, что в эту тетрадочку вот так вот у меня записаны знакомства. Прям вам показываю вот все, как я делаю. Вот знакомство, например, там номер такой-то. Я все нумерую. В этом году у меня уже вот это все, это все знакомство, 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 вот все знакомство, знакомство, знакомство. Про кого-то у меня там всего две строчки есть, про кого-то я побольше пишу. То есть я пишу первое впечатление об этом человеке, что я о нем узнала, что я узнала о его семье, все его контакты, когда я с ним познакомилась. Вот у меня написано, где, погодите, не видно, вот где, где я познакомилась. Вот познакомилась с Ольгой Ивановной, где колледж культуры город Киров. Вот как раз психолог. У меня в этом году уже, сейчас скажу, 178 знакомств. Вот я вчера, сегодня у меня еще нет знакомства, либо вечером пойду сейчас с детьми гулять. 178 знакомств. Вчера познакомилась с девушкой, с Ириной, очень интересной. Вот 178 знакомств у меня. То есть, соответственно, в году 365, значит, в конце будет 365. Это у меня уже второй блокнот в этом году. То есть, я, допустим, тот блокнот закончила и начала этот блокнот с... Кстати, этот блокнот у меня с Марией Колосовой, значит, вот. Номер 70 у Марией Колосовой. Мы с ней обменялись визитками. Я написала, что в Ижевске я познакомилась 24 марта с Марией Колосовой. И все ее контакты здесь. То есть, да, на одно знакомство один лист. Почему? Потому что, когда я его веду, то есть, я выделяю, допустим, вот выделяю листочек на этого человека. Мне не жалко листочков. И, в принципе, мне не жалко, ну, места для этого человека. Дальше я, например, записываю там. Дальше дату ставлю, могу поставить. И написать, например, там, продолжили общение, такого-то числа. И, допустим, там, ну, либо, допустим, если человек зарегистрировался, я пишу зарегистрировалась, такого-то числа. То есть в идеале, конечно, это когда все будут в моей команде, но не бывает же так идеально, да, все равно какой-то процент, либо я, допустим, не познакомилась с человеком, он оказался уже в другой команде или там консультант другой команды. Вот. Дальше цель – учимся самодисциплине. Лично меня этот блокнот научил самодисциплине, как и книга «Пятибук». Те, кто еще не ведут «Пятибук», всем рекомендую начать вести, лично меня это, потому что в нашем бизнесе очень важна самодисциплина. Наверное, вам об этом говорят все, и все топовые лидеры об этом говорят, всегда самодисциплина. В нашем бизнесе она очень важна, как и у любого спортсмена и у того, кто пришел сюда на результат. Мне очень сложно давалось каждый день делать одно и то же, каждый день маленькое одно кропотливое действие, каждый день, каждый день, каждый день, каждый день одно и то же, каждый день одно и то же. И, соответственно, когда вы начинаете вести этот блокнот знакомства, у вас вырабатывается привычка, и вы уже начинаете получать удовольствие от этого, от того, что вы это делаете. Вы начинаете сами собой гордиться, у вас начинается сзади, ну, то есть у вас осанка другая, потому что вы понимаете, что в вас находится сила. И вот эта вот сила, это и есть как раз то, что вы делаете каждый день, одни и те же кропотливые действия. Потом вы увидите, обязательно результат будет. Пятибок – это книга «Пять лет вашей жизни», книга, в которой мы фиксируем чуть-чуть каждого дня, для того, чтобы это осталось нашим предкам. Вот я уже заканчиваю такую книгу. Маленькая книга, она совершенно пустая, и каждый день я записываю туда, что произошло сегодня со мной за день интересного, там две-три строчки. Вот, я веду таким образом свою историю. Второй лайфхак – думаем не о себе. Когда мы подходим знакомиться, мы думаем не о себе, потому что когда мы боимся начать диалог с человеком, мы почему-то думаем о себе. Мы думаем о том, как я выгляжу, ой, а что у меня там это, ой, у меня, наверное, помада потекла, ой, у меня, наверное, там вот это, ой, волос торчит и все такое. То есть, мы, очень важно, чтобы начать диалог, надо не просто сместить с себя фокус, да, вот думать о другом человеке, но важно начать думать о других. Когда хочешь познакомиться, чтобы не бояться, чтобы не бояться начать диалог, потому что все делается на энергии. Когда мы думаем о себе, у нас не та энергия. Когда мы думаем о других людях, замечали за собой? Когда мы думаем о других людях, у нас другая энергия. Замечали? Кто замечал за собой? Плюсики поставьте. Кто понимает сейчас, о чём я говорю? То есть нужно снять фокус себя, потому что страх – это и есть неверие в свои силы, неверие в себя. Очень важно при знакомстве, это одно из самых важных правил – сменить фокус себя. Как только фокус на нас, мы не можем знакомиться, мы не можем начать диалог, мы в своей голове копаемся о чём-то своём. Но когда мы идём знакомиться с людьми, мы смещаем фокус себя, и мы открыты перед этим человеком, потому что мы сейчас думаем не о себе, а о нём. Как ему комфортно? Ой, с какой стороны? Мы начинаем думать, с какой стороны к нему подойду, и как бы это мне начать с ним диалог. Ой, вот ему тут, наверное, будет некомфортно, понимаете, да, о чём я? То есть мы начинаем сразу сценарий прорабатывать. А с какой стороны мне удобнее подойти к этому человеку, чтобы он там не плюнул в меня, да, или там ещё что-то, это я так смеюсь уже. Но это очень важно – снять фокус себя. Дальше, третий лавкак – делаем комплимент. Очень простой способ присоединиться. Самое лучшее – это сделать комплимент. Цель – выработать себе привычку. Делать комплименты всем вокруг. Видеть хорошее в людях и умение быть гибким. Научитесь делать комплименты. Просто можете пока тренироваться. Тренируйтесь на кошечках, на собачках, не знаю, идёт там, просто тренируйтесь. Можете просто делать комплименты от души. Даже если не получается сразу знакомиться, или просто сейчас пока не получается знакомиться, делайте комплименты всем, проходящим мимо вокруг вас. От души, а не для галочки. Искренне, потому что 80% успеха зависит от присоединения. Дальше. Четвертый лайфхак. Улыбаемся. Если вы умеете улыбаться, самый простой лайфхак, который вы можете прямо сегодня уже применять, это значит улыбаться. Цель выработать привычку миллионера. Миллионеры всегда улыбаются. Когда бывает сложно, начните с улыбки перед зеркалом. Когда вам улыбается, вы улыбаетесь в ответ. Так ведь наверняка улыбаетесь. И когда вы улыбаетесь человеку, и когда вам улыбается в ответ, я думаю, что как и в песне от улыбки хмурит день светлей. Сразу становится всем светлее и всем теплей. Пятый лайфхак. Запоминаем имена. Чтобы запомнить имя, а имя это самое любимое слово человека, я записываю это в блокнот знакомства, также использую ассоциативный ряд. Тоже в коротком видео я об этом говорю. Цель выработать навык запоминания имен через ассоциативный ряд. Если вы знаете имя человека, значит вы знаете ключ к его сердцу. А вам приятно, когда к вам обращаются по имени. А когда в толпе кричат ваше имя, вы оборачиваетесь. Так ведь? Кому нравится свое имя? Кто понимает, о чем я сейчас говорю? Когда вы выходите на улицу и кричат там, не знаю, на всю площадку. Да, Лена, привет. Наверняка вы оборачиваетесь, даже если это не вам крикнули. Вот, то есть имя это самое любимое слово у человека. Как бы вам, допустим, ваше имя вдруг не нравится, если поменяйте к этому отношение. Мне свое имя раньше тоже, честно говоря, не нравилось еще, когда училась в школе. Пятый лайфхак. Это первое впечатление. Встречает по одежке, провожает по уму. Да, 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 я это у Карнеги тоже взяла. Потому что все, что, вообще все, что я вам сейчас говорю, это есть в книгах. Во всех книгах, которые пишут миллионеры, читают миллионеры, это все оттуда. Это не я лично придумала. Это просто вот все, что аккумулировано в это, сконцентрировано в том, что я вам сейчас рассказываю. Встречает по одежке, провожает по уму. Цель – произвести доброжелательное впечатление согласно вашей задаче в той или иной ситуации. То есть, если, например, вы лежите на, ну, соответственно, например, вы такая вся деловая, идете по пляжу. Да, актуальная тема. Зачем вам на пляже быть в стиле, типа, я такая вся бизнес-вумен? Вы также идете в купальнике, как и все. То есть, вы не выделяетесь из толпы. И вы вот такая вся, не выделяющаяся из толпы, вся согласно ситуации, вы знакомитесь с людьми такая, какая вы есть. Невозможно произвести первое впечатление дважды. Поэтому очень важно, чтобы каждый из вас об этом помнил, что каждый раз, когда мы встречаемся с человеком, мы единственный раз только можем произвести свое первое впечатление. Человек фиксирует визуальное представление за первые 5 секунд встречи о нас с нами. Седьмой лайфхак. Учимся слушать и задаем вопросы. Люди любят рассказывать о себе. Цель – это разговорить человека вопросами и учиться их задавать. То есть, тут нужно быть ребенком. Станьте ребенком на то время, на которое вы сейчас общаетесь с человеком. То есть, задавайте ему вопросы. Не бойтесь вопросов. Не бойтесь, что у вас их много. Потому что ведет диалог тот, кто задает вопросы. Если задают вопросы вам, то отвечайте. Вы отвечаете ведь на него, так ведь? Учимся слушать не перебивая. Честно говоря, мне этому тоже необходимо учиться. Потому что у меня иногда не получается. Особенно если это говорят про рефлейм. И если это говорят с каким-то наездом или так далее, поэтому я обязательно, я тут вообще могу перебить и только так, только в путь отработать возражения. Поэтому, смотря, нет, не выглядит как допрос. Мама, спасибо тебе за все комментарии. Спасибо, что ты меня так назвала. Это не выглядит как допрос. Вы знаете, мне поначалу тоже казалось, что что я тут буду допрашивать. Это опять же зависит от вашего отношения. Раньше, когда мне так казалось, что я допрашиваю человека, что это я тут к нему пристаю со своими вопросами, а вообще зачем ей надо ей отвечать. Вы знаете, у меня, как только я перестала об этом думать, у меня вот это вообще ушло. И я сейчас спокойно разговариваю с людьми и спокойно задаю вопрос. Людям нравится, когда узнают о них. Людям нравится рассказывать и делиться, и рассказывать о себе. Поменяйте отношение к этому. Людям нравится рассказывать о себе. Восьмой лайфхак. Здесь и сейчас каждый из нас живет в своем мире. Но наша цель научиться быть здесь и сейчас в данную минуту. Понятно, что когда мы выходим на улицу. Ну, я не знаю, разные ситуации бывают. Вообще разные. Вы же выходите на улицу с какой-то определенной целью. Не знаю, пошли в магазин. Вы что, прям думаете о том, что все, сейчас пошла я в магазин, и сейчас я буду идти в магазин. У вас же цель есть конкретная. И вы в это время, пока вы идете в магазин, у вас же куча мыслей в голове, правильно? Нормальный пример с магазином или на чем-то другом привести пример? Вот у нас куча мыслей в голове, так? Всегда, в любую минуту времени. И в эти минуты мы хотим еще быть эффективными. Так вот, пока мы идем с вами в магазин, о чем думать? Раньше, когда я шла в магазин, я думала о том, так, ребенку надо еще вот это, вот это. У меня постоянно в голове были какие-то мысли. Или так, например, я на вот этому бизнес-партнеру пригласить, вот это, еще вот это. Что мы делаем, когда мы идем в магазин? Мы идем в магазин, и мы становимся наблюдателями. Мы идем в магазин, и мы смотрим, так, ага, вот мамочка идет, сейчас я к ней подойду и познакомлюсь. Прямо тут же, когда ваш мозг еще вас не увел в сторону и не начал, ой, да ладно, ой, да зачем, да я лучше другой дорогой пойду, ой, да ладно, я лучше сейчас телефон возьму и сделаю вид, что не пройду, ой, да ладно, и пошло-поехало. Не, не, ни в коем случае не проходим мимо, особенно если это ваша целевая аудитория. Если женщины ваша целевая аудитория, бегите за женщиной. Если это мамочки с коляской, бегите за ними. У меня очень много таких контактов. Таким образом, я здесь у себя в микрорайоне собрала группу мамочек. Они уже проходят пятый проект на снижение веса к моему фитнес-тренеру. К моему фитнес-тренеру, с которым мы познакомились также когда-то на улице, но я ей просто отдала каталог. Тогда это было еще перед родами. Я буквально за один день до родов, я пошла с каталогами на улице, отдала рая каталог, оказалась она фитнес-тренер. И потом на улице, сейчас скажу про мужчин, и потом на улице ей собрала девчонок, наверное, 10 или 15 девчонок, которых пригласила к ней на проект. И сейчас они уже заканчивают пятый проект. Они проходят проект, они там снижают вес. Три месяца у них проект, после этого они идут в кафе, у них выпускной. И так уже полтора года подряд, если не больше, два года уже. Я сама отходила у нее также два проекта. И всех девчонок, которые здесь в Ньюго-Западе, мамочек, я туда к ней. То есть я просто подходила, знакомилась, дальше я с ней переписываюсь в ВКонтакте, дальше я перевожу на нее, ну и вот таким образом мы с ней целевую аудиторию и мою, и ее отрабатываем. Мужчинам сложнее? Нет, я бы не сказала, что мужчинам сложнее. Мужчин просто у них немножко по-другому мышление. Соответственно, если вы подходите к женщине и говорите ей комплимент, то понятно, что женщина немножко по-другому реагирует. Например, мой наставник, мой вышестоящий, он вообще всегда знакомится с женщиной, у него все регистрации вот так вот, вот так вот с женщинами. Поэтому обязательно, если вы знакомитесь, вы мужчина и вы знакомитесь с женщинами, и там все равно это делайте, все равно продолжайте это делать. Либо если вы думаете начать или не начинать, начинайте. Не бойтесь, смотря как женщина отреагирует, то есть тут не ждите этого. Знакомьтесь с мужчинами. Ну, с мужчинами, с мужчинами ведь очень легко познакомиться. Если нам легко с женщинами, с мужчинами познакомиться, то почему мужчине с мужчиной не познакомиться? Что тут такого? Вот, опять же, снимайте фокус с себя. Не думайте о себе. Дальше, девятый лайфхак. Управляем настроением. Наше настроение зависит от нас самих. Никто не вправе его испортить, если мы это не позволим сами себе. Цель – научиться управлять своими настроениями, если это необходимо здесь и сейчас. Начинается… Нет, начинайте сегодня, Илья. Сколько у вас времени сейчас по Москве? Начинайте здесь и сейчас. Вот сегодня выйдите на улицу и сделайте это. Начните управлять своим настроением. Если, например, вы вышли такая вся вот прямо вообще вот… Никакая сегодня, да, или никакой вышли на улицу, и вот такой вот весь, не знаю, нет настроения. Ну вот нет, у меня сегодня настроение не знакомится. И чего? Это кого-то волнует? Это никого не волнует, что у тебя нет настроения. Разве ваших детей волнует, если у вас настроение сегодня ночью вставать, не знаю, кормить его? Разве ваших детей волнует, если у него лезет зуб, и вам нужно, не знаю, что-то сделать тут? И разве его волнует, что у вас, не знаю, какое-нибудь мероприятие, а вот его приспичило заболеть именно в этот день? Не волнует. То же самое вы. Вы, ваше настроение, вы можете им, ваше настроение вы можете управлять. И когда вы это осознаёте, это становится, понимаете, перед вами как будто бы открывается новая дверь в новую жизнь. Кто меня сейчас понимает? Вот представьте, что есть ваше настроение на одной чаше весов, а на другой чаше весов есть то, о чём вы мечтаете. И вот представьте, что если вы начнёте управлять своим настроением, и ваши мечты, они наравне, они наравне, понимаете? Это равно. Поэтому если вы научитесь сегодня же управлять вашим настроением, менять настроение, исходя из ситуации, перестать думать о себе, и тут же, прямо здесь и сейчас, да-да-да-да-да, научитесь, научитесь это делать. Это очень пригодится вообще везде. Десятый лайфхак. Соблюдаем дистанцию. Общаемся на расстоянии выйти на тюрьки. Очень часто люди поначалу не подпускают нас очень близко. Замечали, да, наверное, потому что это нормально. Опять же, из книги «Алан и Барбара Пис», в общем, что-то там про, ну, наверное, знаете, да, вот это муж и жена, которые пишут книги о том, как можно прочитать по, кстати, тоже очень книги, которые сыграли в моей жизни большую роль. Я почему-то о них редко говорю. Язык телодвижений, да. Потрясающая книга. «Алан и Барбара Пис». Они рассказывают о том, как руки, ноги, лицо, взгляд, выражение лица влияют на то, когда мы общаемся с человеком и как человек реагирует, как он держит руки, как он в это время открыт или закрыт, да, как он… Я сама за собой тоже стараюсь наблюдать, когда я знакомлюсь с человеком, я общаюсь, как я держу руки, и после этого я обязательно анализирую свои, ну, свои, вот эту технику, технику телодвижений. Да, да, невербалика, все правильно. То есть цель – научиться чувствовать дистанцию с людьми. Иногда бывают такие знакомства, что человек сразу хочет обняться. Вот, например, как я вам рассказала уже. И мне, кстати, было не один раз такое. «Одиннадцатый лайфхак. Мы разноцветные. Секретный язык привлечения. Том Шрайтер». Это одна из моих любимых книг, я очень эту книгу люблю. Кстати, очень многие ребята вот здесь, вот, кого увидите, это все из нашей команды, ребята, я фотографии специально сделала. У нас самые разноцветные ребята в команде. Я очень люблю именно то, что люди разные приходят к нам в команду, и поэтому по поведению людей можно уметь распознавать по разным цветам, какого цвета люди. Также есть вебинар на эту тему, я сейчас тоже очень моя любимая тема, я на ней не останавливаюсь сейчас. Куда-то у меня слайд двинулся. «Двенадцатый лайфхак. Читаем книги. Миром всегда будут управлять не те, кто смотрит телевизор, а тот, кто читает книги. Цель – развивать в себе наивы к чтению книг. И рекомендации из моей библиотеки, это вот как раз те книги, я сейчас не перечисляю, сделаю тебе скрин, ну, либо потом, естественно, кому нужны слайды, я могу слайды, в чат скину слайды. Книги, которые когда-то, кстати, вот «Величайший торговец в мире», Окмандина автор, это именно та книга, после которой я научилась менять настроение в тот момент, когда мне, ну, когда необходимо, да, вот это сделать, и сменять, менять фокус себя, то есть смещать себя в фокус. Книга Окмандина «Величайший торговец в мире». Спасибо большое. Если, как заставить себя читать, если вы хотите новое звание, то это очень легко. Если вы хотите новое звание, вы просто берете, открываете книгу и читаете. Поначалу через «Не хочу», доходите до этапа «Тошли», и потом уже этап «Я понял» наступает. Тринадцатый лайфхак – делаем касание. Цель, чтобы у нашего знакомого было ощущение, что мы – команда. Очень важно расположить к себе через социальные сети, через звонки, через личные встречи. То есть, когда вы с человеком знакомитесь, у человека должно быть ощущение, что все, он уже с вами в команде. Ему же с вами вообще прикольно, ему с вами весело, ему просто с вами, вы знаете, вот если сейчас вы отойдете в сторону, то все, он уже просто без вас не сможет жить дальше. Понимаете? Чтобы у него было такое ощущение, что все, вот сейчас вы отошли, вы пошли, и он уже на вас смотрит, как мама и, там, не знаю, и ребенок ее, да, вот, или, там, как сестры, там, близко, если общаются, да, вот, вот, я не знаю, как муж и жена, которые вот расстаются и вот прям вот уже все, друг без друга не может. То же самое здесь. Такое ощущение будет, что вы уже прям, вот, я не знаю, всю жизнь вместе. Вот такие, с такими ощущениями, это, да, я электронные тоже читаю, чтобы у вас таким ощущением заканчивалась встреча с человеком. Четырнадцатый лайфхак – используем гаджеты. Цель при нашем новом знакомом записывать его контакты. Я обычно как делаю? Прямо сейчас покажу. Нос чешется. Кстати, не бойтесь, да, будь собой, при, когда вы знакомитесь, будьте собой. По-моему, у меня этот лайфхак есть. Значит, берем телефон, когда мы общаемся, например, вы узнаете у человека контакт, вы берете, когда переходите, уже надо взять контакт, вы говорите, как вас найти? И тут же открываете социальную сеть, например, допустим, я открываю ВКонтакте, да, вот я говорю, как вас найти, тут же набираю при нем, и вот так вот смотрю на него, вот как вот я сейчас делаю, да, видите, и тут же открываю и говорю, как вас найти, и дальше все, он мне дальше записывает, либо записывает сам своими, ну, либо я записываю так, Маша Пупкина пишу, Маша Пупкина, прям при нем, он смотрит, правильно ли я пишу ее имя, правильно ли я пишу, если я пишу неправильно, он исправляет, если я нахожу в Инстаграм, он говорит, ой, лучше давайте в Инстаграм, хорошо, не вопрос, тут же, то есть, значит, у вас должен работать интернет, потому что у меня очень часто было как, я записываю в заметки этот контакт, в результате я прихожу домой, найти не могу, или тут же я записываю, я говорю, вот это ваша фотография, и нахожу тут же по фотографии, опять же, всегда заряжен телефон, либо иметь блокнот, но это в крайнем случае, фиксируем сотовый телефон, уже тут же набираем его, если вы записали телефон, она говорит, ой, хорошо, все, и дальше вы записываете, так, номер телефона ваш, записали, и звоните, тут же набирайте, и говорите, все, я вам номер телефона скинула свой, еще и визитку даете, нет, есть у меня тоже отказы, иногда бывает, но это бывает очень редко, это значит, я не совладалась со своим настроением, пятнадцатый лайфхак, люди, ну, чаще всего, конечно, у меня на бизнес, чаще всего на бизнес идут, я, в принципе, на продукт, у меня даже нет цели на продукт приглашать, цель, пятнадцатый лайфхак, знакомься первыми, то есть, иногда мы думаем, ой, вот я сейчас дождусь, ко мне сейчас подойдут познакомиться, да, или там, не ждите, когда к вам первыми подойдут, знакомьтесь первыми вы. Я очень люблю, когда я поняла, что, если я сейчас сама себя, осознанно, буду выводить из зоны комфорта, пусть уж лучше я буду делать эти знакомства, исходя из того, что не хочу, не могу, не буду, и мозг сопротивляется, но лучше я буду это осознанно делать, чем мне дополнительно будут какие-то попадаться испытания. Поэтому я это делаю осознанно, и осознанно вывожу себя из зоны комфорта. Для меня каждый раз познакомиться, подойти к человеку, это выход из моей зоны комфорта. Ну, хорошо же, ну, гуляй, ездить, ну, чего мне вот не мед, надо идти куда-то знакомиться. Ну, вот зачем, куда в такие дебри лезть? Зачем вот этот дискомфорт снова там, ой, как я себя чувствую, как вот это вот все это вот вспоминать? Зачем это надо? Я лично знаю, для чего это надо. Если вы даже начнете каждый день тренировать хотя бы один лайфхак, ладно, хорошо, идите, едьте на другой конец города, познакомились на одном конце города с человеком. Если вы первый раз знакомитесь и боитесь, что вы потом с ним встретитесь, познакомьтесь где-нибудь на краю, не знаю, в другом, в другой стране или в другом городе России, чтобы человек этот вас больше никогда не увидел. Если вам страшно, что вас будут обходить стороной, если вдруг вы будете какая-нибудь, не знаю, не такая, или там не умеете вы это делать, научитесь на ком-нибудь, где вас никто не, ну, где вам никто ничего не скажет за это. Умение подстраиваться под ситуацию к человеку. Найдите повод первым познакомиться. Да, в другой стране. Вы учите английский, съездите там, познакомьтесь. Дальше, шестнадцатый лайфхак. Лучше один на один. Цель – умение концентрироваться на человеке. Потому что, когда мы знакомимся с толпой или с несколькими людьми, всегда находится лидер. Это ладно, если вы с лидером знакомитесь. Но если вдруг вы знакомитесь, и оказывается, что этот человек не лидер в этой банде, с которой вы знакомитесь, возможно, его уведут в сторону. То есть, ну, и, допустим, ой, да там, Маш, пойдем. Что тут вообще? Кто она такая тут подошла к нам знакомиться? То есть, лучше знакомиться один на один. То есть, создавайте такие ситуации, чтобы знакомиться один на один. Умение концентрироваться на человеке развивается. Когда много людей кажется, что все смотрят на тебя и слушают тебя, например, в автобусе, не начинайте разговор про рефлэм, если вы не знаете ответы на возражения. Раньше я всегда так делала, и мне всегда было косячное. Я такая вся красная из автобуса выходила, мне было очень жарко, даже если на улице было холодно. Потом я это перестала делать. О, 17 лайфхак. Один из моих любимых. Это визитка. Здесь у меня на слайде такая визитка, но на самом деле... Сейчас, погодите. У меня тут, похоже, дети идут домой. Сейчас, момент. Дим, мы еще не закончили. Поэтому можете еще идти гулять. Дим, слышишь? Нет, мы еще не закончили. Поэтому можете еще идти гулять. Значит, визитка. Это визитка. Вот у меня сейчас такая визитка. Я всем даю такие визитки. И в этой визитке что у меня написано? Сонечка, иди, пожалуйста, пока в комнату. Значит, здесь написано «приятно познакомиться». И просто имя, и мои контакты. Видите, да? Вот так вот видно? Видно, да? Мои контакты. И просто приятно познакомиться. Здесь нет никаких, что я в Арифлейм. Здесь нет никаких моих, что я какой-то топовый лидер и так далее. Потому что я сейчас знакомлюсь не как топовый лидер Арифлейм. Не как кто-то, кто из Арифлейм. Я просто знакомлюсь как обычный человек. На таком же уровне, как и сам человек. То есть у меня нет цели, чтобы сейчас человек увидел во мне какого-то, не знаю, конкурента. Или как, например, мы познакомились в Астане с женщиной, она оказалась топовым лидером из другой сетевой компании. И когда я дала визитку, она такая, ну, какая... Ну, и когда она уже узнала, что я в Арифлэм, она такая, ну, какая ты молодец. Это ты давно так делаешь? То есть она, это, как бы, знаете, грубо говоря, это такая фишка наша с вами. И идея, чтобы мы с вами знакомились как обычные люди, а не как топовые лидеры сразу. То есть у меня нет цели сейчас сразу человека зарекрутировать. Дальше, 18 лайфхак. Выход из зоны комфорта. Мы уже с вами об этом говорили, что зона комфорта – это хорошее место, зона не назовут. Поэтому мы с вами... Да, поэтому мы с вами... Вот пишут мои партнеры, что сегодня наконец-то послали визитки. У нас у всех партнеров есть такие визитки, кто знакомится на улице. Девчонки, напишите обратную связь, как, даете ли вы визитки. Вот у меня целая пачка, я прям, вот, вот у меня целая пачка визиточек. Я всегда, у меня во всех сумках есть визитки. Первое, что я кладу, когда я переезжаю из сумки в сумку, это визитки. Они всегда со мной. Зона – это самое гиблое место на земле, поэтому лучше, чтобы вы, каждый из вас, сам осознанно выходил из зоны комфорта. По-моему, мы об этом уже проговорили. Дальше, 19 лайфхак. Не останавливаемся, бывает такое, что руки опускаются, бывает, что мы сами себя ограничиваем. Нет предела совершенства, сами себе повышаем планку. Например, представьте себе, что, например, если бы я знала, что вот эта женщина, с которой мы познакомились в примерочной, помните, я рассказывала, главный редактор. Вот представьте, я изначально знаю, что это главный редактор журнала. Как думаете, я бы с ней стала так общаться, вот как вот мы с ней, там, ой, Наташа, там, очень приятно познакомиться, там, пыры-пыры, там, ну, как, вот как с обычной девушкой. Наверняка нет. С обратной просто пустота. Белый листочек. Нет. То есть у нас очень часто мы вешаем шаблон. Или, допустим, мы видим человека в костюме солидный такой, да, и у нас уже все, на нем уже какой-то ярлык или шаблон. И дальше, когда у нас на этом человеке уже какой-то есть определенный такой ярлык, мы сами себе ставим границы. Например, мы знаем, что он директор там чего-то. Да, я бы просто побоялась, там, обошла бы стороной и подумала, вот и зачем. Ну, как бы этот человек мне, наверное, не под силу. То же самое, как раньше я всегда знакомилась с мужчинами, которые из крутых джипов выходили, такие все деловые, я к ним подбегала, как я себя чувствовала, да, он там деловой такой весь в костюме, а я тут такая, кто-то вообще подбегаю. Визитки, ну, я не помню, когда. Визитки я просто начала, вот эти визитки у меня просто не пришли в голову в прошлом году летом. Я так-то, если бы раньше придумала, я бы и раньше начала их раздавать. Поэтому визитки, я думаю, что можно вообще с любого уровня раздавать, если вы просто именно с целью познакомиться. То есть не ограничиваем себя. Если вы видите человек выше вас по статусу, по уровню, это значит, ну, и что, что у вас не получилось, вдруг с ним познакомиться или обменяться контактами. Вы потренировались, не всегда же с тренировки вы приходите довольными, так ведь? Не всегда же вы с тренировки возвращаетесь с, там, не знаю, с победой, что вы сделали, вот сегодня там 100 приседаний, завтра вам надо 100, там, 200 сделать, но вы не смогли это сделать. Это не всегда мы приходим, ну, надо учиться. Поэтому, если даже у вас вдруг не получилось, и вы, там, не смогли, не договорились, ничего страшного. Двадцатый лайфхак. Волшебная фраза. Вот эта фраза, которая помогает абсолютно всегда. Потому что, когда я говорю эту фразу, чаще всего люди соглашаются знакомиться. А вдруг мы с вами будем друг другу полезны? Я об этом говорю. С кем я знакомлюсь, а вдруг мы будем друг другу полезны? После этой фразы всегда дают контакт. И также я еще очень часто говорю, но, вы знаете, это, наверное, больше, чаще всего это то, что мне дает возможность не... Ну, то есть, каким образом? Например, если я понимаю, что я больше никак не могу договориться и взять контакт, то есть у меня другого выхода нет. Вот сейчас. То есть, если я сейчас ему не скажу, что у меня есть такое правило знакомиться хотя бы с одним человеком каждый день, то я использую эту фразу. Но если я могу познакомиться по любому другому поводу, то я тогда не использую эту фразу. То есть, я ее не использую не каждый раз. И двадцать один лайфхак – это привычка миллионера, с чего мы и начали с вами. Если хочешь стать успешным, общайся с успешными. Хочешь стать миллионером – будь им. То есть, миллионером можно стать уже сегодня. Потому что эта привычка абсолютно подвластна каждому. Этой привычкой может каждый из вас быть осознанно, может поместиться в эту осознанную привычку. Развивайте привычку миллионера в себе и станьте, станете им. Если хочешь стать тем, кто тебе импонирует, просто повторяй за ним его привычки и действия. Поэтому сегодня же начинайте знакомиться, сегодня же начинайте делать эту привычку миллионера, и у вас обязательно будут результаты. Итак, какие же личные результаты? Когда у нас был первый марафон знакомства, мы делали знакомства все это время, то есть, 21 день подряд. И делали знакомства уже, я эти знакомства делала уже третий год подряд. Из 21 знакомства моего тогда, на тот момент, в первом марафоне было 8 регистраций в итоге. То есть, 8 регистраций за, получается, через, из 21 знакомства. Есть партнеры, кто это делает постоянно в системе. И наши результаты партнеров на тот, после того моего первого знакомства, марафона знакомства. Из 130 человек в чате у нас в финале осталось около 65. То есть, половина людей, когда мы начинали этот марафон знакомства летом, в прошлом году, половина людей, они просто вообще, ну, не выдержали, видимо, этого темпа. Но это помогло команде образованию и сплочению, потому что именно эти погодили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Голосовые сообщения. Голосовые сообщения скидываем. Вот такие вот. И подписываем внизу знакомство с тем-то, знакомство, например, я там скидываю голосовое. И дальше пишу, знакомство в интернете там с такой-то девушкой, или знакомство с девушкой из нашего двора, или знакомство с девушкой со школы. То есть, например, если я в этот чат запишу, захожу, то мне нужно, я понимаю, что мне, например, нужно научиться знакомиться там с девушкой, с мамой в декрете. Я смотрю, так, кто еще здесь знакомится с мамой в декрете? Так, вот это. И в этом голосовом сообщении, о чем говорится, ну вот, например... Всем привет! Оказывается, я очень давно не отправляла сюда свои знакомства. Если честно, немножко с праздником не забыла. У меня было... У меня было... Даже сложно сказать. Около трех... По-моему, три точно я помню. Надо смотреть свои записи. Две девочки из школы. Ну, это мой метод рекрутинга. То есть, добавлять друзья всех, кто лицом мне знаком, и начинать общение. Две девочки из школы. Младше на два года меня. Меня они плохо помнят. Ну, в общем, на контакт идут. Вот. Одна мама в декрете, вторая просто любит собак. Как и я. Общая тема. Вот. И одна девушка... И третья девушка, это спортсменка. Мама троих сыновей. Как у нас Оля понабрела прям. Я ее приглашала на бьюти день. И даже она как-то и не против. Просто у нее с детьми сейчас... В общем, вот. Такие голосовые сообщения мы скидываем. Просто открылась Оля Рогачева. Оля Рогачева открылась. И вот так вот мы скидываем сообщения голосовые. Ну, давайте. Открою. То есть, я сюда скидываю... Мы сюда скидываем знакомства. Что мы делаем, как знакомимся. То есть, я прямо рассказываю подробно, что у вас, Валерия, не получается, что-то. То есть, я здесь рассказываю подробно. Например, я познакомилась с мамой в декрете. Как я познакомилась? Я иду на встречу. Я иду по улице. Идет ко мне на встречу девушка. Девушка идет с коляской. Я подхожу к ней и говорю, девушка, здравствуйте. А вы где-то здесь живете? Она говорит, ну да, здесь. Ну и так дальше. Понимаете, да? Давайте я вам слайды потом скину. Вы посмотрите. Ладно, слайды. Дальше у нас, смотрите, за время марафона результат. Было собрано более тысячи контактов. Из них было 50 регистраций по команде участников. Я считаю, что это отличный результат для того, чтобы мы тогда еще только начинали. Было чисто такое пробное. Но сейчас мы… Еще очень важный момент. Когда мы знакомимся с людьми на улице и потом переводим их на наши страницы, в социальные сети, задача нас, как бизнес-партнеров, соответственно, какая? Это менять свой личный бренд, улучшать свой личный бренд, потому что люди начинают наблюдать за личной историей этого консультанта. И у консультанта появляется дополнительная мотивация, чтобы его страничка была прокачена. Он начинает делать сторисы, он начинает активно раскручивать свою страничку, он начинает активизировать, он начинает классно фоткать, он начинает откуда-то писать посты, он начинает… У него откуда-то какие-то мысли приходят. То есть сам человек, он осознанно помещает себя в эту ситуацию для того, чтобы после знакомства человек, зашедший на его страничку, он увидел, что у него жизнь кипит или там начинается что-то. То есть это осознанно наше во всех отношениях выход из зоны комфорта. Те, кто в нашей команде, это подтвердит, что нужно это провоцировать работу над собой. И вот, например, один из диалогов нашего директора Вики Решетниковой, которая сделала директора за 4,5 месяца в нашей команде, которая пришла на личный бренд моего мужа. Они раньше учились вместе в политехе, жили в одной общаге. И Вика, она вот недавно мы прилетели из Хорватии, у нее из Хорватии в Хорватию летало 7 человек. И вот Вика, например, она познакомилась с таксистом. Лена, здравствуйте, ехала сегодня с вашим мужем Денисом с такси, с ребенком, заговорили немного о детях, я тоже в декрете, моему сыну 2,3. Мой муж тоже до недавнего времени работал в этом же такси. Я с разрешения вашим мужем вам пишу, надеюсь, он вас предупредил. Эта девушка Лена пишет, здравствуйте, да, предупредил. Ну и дальше Вика общается. Лена очень хорошо, он мне сказал, что вы начинаете что-то свести. У меня просто в команде очень много девчонок декретниц, у кого были, а, видимо, закупки. Поэтому я не могу вас не пригласить к себе. Знаю, как это, когда куча одежды дома, сколько это отнимает времени. Ну, то есть, как бы Вика присоединяется. Если честно, не поняла, расскажите. Дальше она говорит, возможно ли по страничке, возможно, вы по страничке моей поняли, чем я занимаюсь. Возможно ли вам предлагали, возможно, вам предлагали уже не раз. Знак вопроса. То есть, каждое сообщение от Вики заканчивается вопросом. Это очень важно. Помните, да, что ведет тот... То есть, я сейчас перехожу к конкретным диалогам. 21 лайфхак мы закончили, сейчас конкретные диалоги, примеры. Если честно, не поняла, расскажите это, Лена пишет. Дальше Вика пишет текст и дальше спрашивает. Лен, а кто вы до декрета, кем работали? Понятно. Вообще объяснила. Если интересно, продолжу подробности. Я продавцом работала в магазине сумок. В принципе, понятно. А как ищите клиентов? Сейчас под образование, доп. образование получила, думала о дальнейшем. Ну, то есть, девушка вроде адекватно, нормально отвечает. Так? Интересные диалоги. Дальше Вика пишет. Это уже доброе утро. Ого, вы еще успеваете с маленькими детьми образования получать. Нам такие активные нужны. Ну, то есть, такое, типа, мы с тобой уже в команде. Помните, да, я про это говорила. Мы ищем не только клиентов, а больше партнеров. То есть, вы мне не просто как покупатель интересно, а как человек, который хочет зарабатывать. Моя задача этому научить. Дальше она пишет. Можно, конечно, Лен, созвониться. Я подробнее расскажу. То есть, снова вопрос. Заметили, да, в диалоге. Дальше она пишет. Лена, привет. Возможно, вы забыли мне ответить или не заинтересовало предложение. Это Лена, оказывается, думает. Она пишет. Привет. Я просто для себя не понимаю, смогу ли я этим заниматься. Дальше Вика снова пишет ей. Что конкретно имеешь в виду? Время, навыки, желания. Понимаете, да, что очень важно, опять же, задавать вопрос. Она говорит, а в первую очередь, конечно, время, а желание зарабатывать, конечно, есть. Ну, дальше Вика снова пишет, это самое главное. Тут она какой-то вопрос ничего не задает. Ну, и, конечно же, понять, никогда получится у вас или нет, если не пробовать, как говорится. Можно попробовать, она пишет. Ну, и дальше Вика говорит, Лена, не помню, говорила ли я тебе про компанию, с которой мы сотрудничаем, и говорит, что это Арифлейм. И после этого Лена отвечает ей, нет, не рассказывали, но Вика сказала, что эта девушка зарегистрировалась в команду, и она сейчас покупатель в команде. То есть, вот такой вот диалог. Знакомство по дороге из сатика. Вот у меня с девушкой, например, как мы с ней познакомились. Ирина, привет, очень приятно познакомиться. Ты открытая и отзывчивая. То есть, мы с ней познакомились. Она шла навстречу с коляской, и просто я начала с ней диалог. А сколько вам? Вот. Дальше я сделала комплимент в контакте. После этого я ей пишу, она пишет, привет, спасибо. Думаю, что ты скорее, это ты скорее легко к общению располагаешь. Я пишу, значит, да именно, подобное подобному. Гуляли уже сегодня. Ты редко заходишь в контакт, Ирина. То есть, так же. Я просто с ней общаюсь, как с человеком. Дальше мы с ней общаемся, общаемся, и потом мы с ней на улице как-то снова встретились с коляской. Я ей просто рассказала о бизнесе, и после этого я уже ей высылаю все о нашем бизнесе. Вот, пожалуйста, видео, которыми я работаю, о сути бизнеса. Это вот было в мае с Ириной. Ирину заинтересовал наш проект. Она сейчас изучает информацию. И просто у нее заболел ребенок, но она смотрит наши материалы. Дальше диалог золотого директора с директором из магазина. Сейчас эта девушка на 15% в нашей команде. Вот, например, как Настя Лобовикова знакомится. Ирина, приветик, рада встрече. Да, еще раз привет. Только что разговаривала с Оксаной, передала от вас привет. Охо, какая у вас связь. Спасибо за скидку. А мы до Оксаны не дозвонились. Так, 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 Ирина ей отвечает. В общем, Настя пришла в магазин, познакомилась с девушкой. Оказалось, эта девушка, они вместе гуляли на свадьбе у кого-то. А меня вообще слышно? Или вы там это, вы меня не слышите, может быть? В общем, они где-то гуляли на свадьбе. Потом Ирина пишет. Ой, спасибо, конечно, всегда рада хорошим клиентам. Тем более знакомые приезжайте, поможем, подберем скидку сделаем. Ирина директор магазина сантехники в нашем городе. Ты тоже отлично выглядишь. А я видела Сергея раньше в магазине. То есть, это она про мужа пишет. Дальше пишет. Ирина, вообще нет, я сразу тебя не узнала. Видимо, к деньгам. А твой взгляд был очень загадочный. А девушка, которая Анжелика, консультант, Антона, у тебя есть в друзьях? Опять же, Настя заканчивает вопросом. Нет, она не желает быть узнанной ВКонтакте. Настя пишет. Спасибо, бывает. Ирина, привет. Как ваши дела? Дальше Настя пишет. Еще заметно, на вы общается. Сначала на вы. Дальше, как переходим на ты. Привет. Дела по-разному. Ну, вообще хорошо. Дальше Настя пишет голосовое сообщение. В этом голосовом Настя говорит о том, что, Ирина, где-то мы с тобой встречались, тыры-пыры, а у нас еще такой классный проект. И вообще, ну, это в течение недели. То есть, прошла примерно неделя вот такого вот их общения. То они там отвечали, не отвечали. То есть, примерно через неделю Настя начала делать предложение. За это время Ирина наблюдала за Настиной страничкой. Она смотрела ее сториз. Она ставила лайки у нее к страничке, к фотографиям. Ну, а насчет пробовала ли я себя в подобном, скажу, что нет. Не пробовала. Хотя всю жизнь в торговле. То есть, тут Настя скидывает ей голосовое примерно сообщение. Ирина также, ну, вот это же примерно текстом отвечает. Настя пишет. Ирина, благодарю за обратную связь. У вас колоссальный опыт. Можно горы свернуть. Вы украшаете вашу работу. Чем вам нравится ваша деятельность? Опять же, вопрос от Настя. Дальше Ирина пишет. Раньше общение с людьми, возможность манипулировать ими. Но сейчас все проще. Сейчас в моей должности мне нравится зарплата. Ирина, круто. Вы лидер. Зарплаты в наше время сложно удивить на самом деле. Растут доходы и расходы вдвойне одновременно. Как часто путешествуете? Вопрос от Настя. Снова вопрос. Ирина пишет. Редко хотелось быть чаще. Ирина, я почему спрашиваю? Просто мы до нашего проекта вообще не путешествовали. А два года назад просто поменяла магазин, разобралась в идее нашего проекта и начала приглашать таких же покупателей. То есть тут Настя уже переходит к идее бизнеса через путешествие. Дальше Ирина пишет. На ты можно? То есть там Настя спрашивает, можно ли на ты? Где тут она нас спрашивает? Она пишет. Кардинально жизнь меняла. В общем, совмещая приятно с полезным, начала зарабатывать. За два года в копилке четыре страны. А где она спрашивает на ты? Где-то история умалчивает. А, или Ирина просто пишет. Ирина пишет. На ты можно. Ирина пишет. Предлагаю не ходить вокруг да около. Если будет грубо, то заранее извиняюсь. Ты хочешь меня подписать на Reflame? В принципе, я бы не против. Косметика хорошая. Себе брать со скидкой можно. Только ведь у нас план, у вас план 150 баллов есть. А мне не осилить, навязывать. Спамить я уже не хочу. Она продавалась. После работы уже ни с кем общаться не хочется. Ты мне очень нравишься. И я с удовольствием читаю твою страницу. Ты большая молодец. А, в голосовом Ирина. Да, Ирина тут. Ирина, очень приятно, что ты на вебинаре. И твои посты действительно мотивируют. Встать, работать, жить. Ведь только боюсь, я не смогу соответствовать. Тут Настя отрабатывает очень мастерские ее возражения, похоже, в голосовом опять. Потом опять добавляет голосовое сути бизнеса. Дальше Ирина говорит, да, красиво. Чувствуется подготовка. Настя, если все так просто, то почему косметикой занимаются все, а ты единственный реальный директор, которого я знаю. То есть Ирине уже интересно. Дальше Ирина пишет. «Настя, спасибо большое за ответы. Надо подумать взаимно. Надо действительно встряхнуться, что-то поменять. А то заболталась жизнь. А возможно, завтра проснусь и скажу, мало ли проблем гемора на работе. В любом случае, не сейчас принимать решение для приглашения. Спасибо». И дальше Настя пишет. «Ирина, доброе утро. Как твои настроения? Готова покорять мир?» То есть понимаете, да? Настя просто ведет диалог и просто задает вопросы. Просто как с обычным человеком. Никаких там понтов. Просто нужно быть с собой. Ирина пишет. «Настя, доброе утро. Давай пообщаемся. Чуть позже сейчас неудобна работа заявки». И дальше Ирина пишет. «У меня вопросы. Обязательно оформлять ИП и обучаться». Ну и дальше Настя отвечает, что ИП оформлять не обязательно. ИП это уже когда будут реальные деньги. И дальше Ирина говорит. «Ну, давай попробуем». То есть голосовыми можно отвечать на сообщения. Тем более, если человек готов, открыт к вам. Вот у меня недавно. «Ирина, теперь это менеджер 15%. Ирина, тебя ждем в директорской команде». То есть вот такое вот знакомство произошло оффлайн. Дальше мы его перевели в онлайн. И дальше Настя продолжила диалог онлайн. И появилась регистрация. У Ирины очень большая команда лидеров. Вот у меня недавно было знакомство в парке на празднике. Я подошла к девушке. Очень приятно. Девушка с такими кудряшками. Я к ней подхожу и начинаю с ней разговаривать. Я говорю. «Девушка, у нас был какой-то праздник в парке». Я говорю. «А вы одна здесь на этом празднике?» Или, говорю, «С кем-то?» Она такая говорит. «Я одна». Я говорю. «А вы где-то здесь живете рядышком?» Она говорит. «Нет». «Я вообще по пути пробегала с работы иду. И решила просто сюда зайти». Я говорю. «Очень приятно познакомиться». Я говорю. «Вы на самом деле, я к вам подошла сделать комплимент. Я говорю. «У вас такие шикарные волосы. Я всегда мечтала». «Ну, это реально так». «Я всегда мечтала о кудрявых волосах. А таких, как у вас». Я говорю. «Вы сами». Я говорю. «Я, конечно, понимаю. Но, может быть, это глупый вопрос. Но вы сами завиваете их? Или они у вас всегда такие?» Она говорит. «У меня всегда такие». Я говорю. «Ну, я так и думала». Вот. И дальше. Потом, когда мы с ней начали общаться, я ей пишу. «Ирина очень приятно познакомилась». А. Дальше. Она. Я ее спросила. «А где ты работаешь?» «А кем ты работаешь?» Она мне сказала, где она работает. После этого. Когда она мне сказала, где она работает. Я говорю. «Ирина, а ты где-то есть в соцсетях ВКонтакте?» «Еще где-то». Она говорит. «Да, конечно, есть». Я говорю. «Очень приятно познакомиться. Давай мы с тобой познакомимся в соцсетях». Я говорю. «Я мама в декрете. У меня двое детей». Она на меня смотрит. «Да, двое детей». «А детей рядышком». «А, дети были рядышком. Они ко мне в это время подбежали». Я говорю. «Да, вот уже старшая в первый класс пойдет». Ну, то есть, вот такие вот знакомства. Дальше мы сейчас с этой Ириной переписываемся. Потом я ей сказала, что мы работаем в интернете. И она дальше пишет. Я пишу. «Ирина, очень приятно познакомиться. Ты очень добрая, открытая, улыбчивая и воздушная». Она пишет. «Спасибо. И мне очень приятно. Первый раз встретила такого доброго общительного человека. Как ты? Да ты что? Спасибо. Ну, и, в общем, мы с ней тут общаемся». Она пишет. Так, так, так. Про это. Сейчас, погодите. Я дальше пишу. А, она говорит. Про Reflame. Где мы тут перешли на Reflame? А, вот. Она пишет. «Привет, работаю сегодня. Да, заходила. Как я поняла, ты Reflame занимаешься». Ну, я и на ее языке, что типа Reflame, да. И пишу, что согласна. В основном так все и пишут или говорят. И все-таки на это я говорю, что Reflame – это не то, что знаешь ты. Reflame – это то, что знаю я. Так вот, мой Reflame, например, в сегодняшнем сториз из салона, в моих фото о путешествиях, в моих партнерах, о везде, где я пишу, в моих, я имею в виду меня и мужа, мы с ним вместе в этом бизнесе и только здесь. Мы знаем не по наслышке об этом бизнесе. Каталоги тоже имеют место быть, так как некоторые приходят просто продавать, и это им нравится. А тебе предлагали на работе или в УЗИ каталоги. То есть обязательно заканчивать свое сообщение вопросом. А дальше она пишет «Нет». Все четко и понятно. Она пишет «В школе только предлагали. Сейчас как-то окружение не занимается никто». Я пишу «Ирина, вот это поле не пахано, значит мы еще мало работаем. Если у тебя нет никого из окружения из Арифлейм. Мы это исправим. Я верю в принципе в пяти рукопожатие, как в фильме, еще верю в чудеса, и это уже просто другая история. Обычно, если с кем-то знаком, то чаще всего обязательно есть знакомые, как и у нас с тобой. А ты, получается, уже давно не пользуешься продукцией нашей компании? А про бизнес тебе кто-нибудь рассказывал? Она пишет «Со школы еще нет». Я пишу «Ирина, если тебе интересно, я могу рассказать». То есть я не навязываюсь абсолютно, я знаю себе цену. Она пишет «Давай». Я пишу «Ирина, ты такая, ты так рано встаешь». Она там в 6 утра мне ответила. Я говорю «Ты на работе сегодня?» Предлагается звониться или могу голосовой скинуть. У тебя прослушивается оно. Она пишет «Сегодня только встала, это был уже обед, кидай голосовой». Я скинула голосовой, просто вкратце о нашем бизнесе, ничего тут такого нет, короткие видео. И в результате сейчас мы с ней также продолжаем общение, потому что она уехала из города, вот ее два дня нет в городе, поэтому она не сразу отвечает. Дальше диалог с действующим партнером. Мы познакомились с девушкой в песочнице. Мы с ней начали общаться о детях, о том, о всем буквально через 10 минут. Я вообще никого не рекрутировала, никуда никого не звала. В результате через 10-15 минут Наташа говорит «Лена, можно мне к вам в вашу команду попасть?» «А что мне нужно сделать, чтобы попасть к вам в команду?» Я думаю «Вот это да». Я же даже еще ничего не предлагала. А я просто… Она говорит «Ну вот там тыры-пыры, я там дома юрист по образованию, в декрете». Я говорю «А что дальше?» «Куда из декрета?» «Ну как обычно». Ну и дальше просто у нас нет диалог. Она начала спрашивать «В чем суть работы?» И после этого я начала отрабатывать ее возражения, потому что у нее их было много. Она юрист. И нам все выясните, почему ИП, почему документы. Пыры-пыры. Я вам слайды скину, вы потом почитайте диалоги, ладно? Чтобы сейчас не остановиться. Ну вот это вот как раз Наталья, с которой мы познакомились на кассе. Также прочитайте, как мы с ней переписываться начали. Вот. Как про wellness. Я к ней перешла на тему wellness. Знакомство на скамейке с девушкой тоже в нашей команде. Девушка, с которой мы просто познакомились, пока мы сидели детей, ждали. В результате оказывается, эта девушка в течение года заходила на сайт Арифлэм. И все хотела зарегистрироваться. Прям мечтала. Ей очень нравится наша компания. У нее нет знакомых, кто из Арифлэма ее бы звал вот так вот осознанно в бизнес. Представляете? И тут я попалась ей на скамейке. То есть, так как у меня есть это правило, я к ней подсела. Мы с ней начали диалог. И в результате RMZ, она сейчас в команде, уровень 15%. То есть, вот такое вот знакомство. Ну, и сейчас еще в конце моего вебинара. Я думаю, что я настолько вам сегодня, возможно, всяких случаев истории рассказала, что сегодня, возможно, какие-то будут мысли у вас в голову приходить. Дай бог, чтобы это были те мысли, что я сегодня начну или я завтра утром встану обязательно. О каком видео речь шла в диалоге? А, все видео можете у нас, они в открытом доступе на YouTube-канале. Я там говорю коротко о бизнесе с лайнера, коротко о сути бизнеса. Обязательно запишите свое коротко о сути бизнеса, буквально там 3-4 минуты, чтобы у вас это было. Я говорю про успехи уже нашей команды. Когда не было успехов нашей команды, я просто говорила, что в Reflame есть успехи, и все. Есть у других команд успехи, вот и все. То есть, когда не было успехов своих, я говорила о других успехах. Спасибо большое за обратную связь. Еще хотела бы буквально пару минут вашего внимания, потому что я еще не рассказала о том. Забыла сделать о любимом продукте слайд, и в результате решила взять эти любимые продукты с собой. Это любимый сейчас уже спрей, который фиксирует макияж на целый день, особенно в жару. Он удивительно это делает, и действительно макияж не течет. Также очень плюс скраб на Вэйдж, вот этот вот нежный скраб, который подходит даже для чувствительной кожи. Мицеллярная вода, которая смывает всю косметику, начиная с зоны вокруг глаз, потому что вот это то средство, которое мы недавно были на Бьюти Дни. У нас в субботу был бьюти день с косметологом, точнее с тренером по продукции из Казани. К нам приезжала Алена Солмина, официальный тренер по продукции от компании. И она нам проводила по декоративному макияжу вот такие вот фишки рассказывала, и она рассказала про эту мицеллярную воду. И обязательно всем рекомендую использовать, особенно девчонкам, кто любит смывать косметику с лица, с глаз. И вы заботитесь действительно об этой зоне вокруг глаз, и мицеллярная вода делает это очень мягко. Очень люблю вот эту маску, ночную маску на Вэйдж. Я ее использую с такой лопаточкой, наверное, она у вас тоже у всех есть. И тоже обожаю действия этой маски. А также я еще очень-очень-очень люблю вот такую вот пудру в шариках, пудру с Казани Голд в шариках. Тоже один из моих любимых продуктов. Наверное, у каждого из вас есть. Вот, это мои любимые продукты. И еще, я очень, извиняюсь, тоже забыла сделать лайк. Следующий вебинар я хочу, я хочу вам представить одну из удивительных пар в нашем бизнесе. Ребята, которые уже были в Японии от компании. Это энерджайзеры также нашего бизнеса. Лисан и Оскар Даминовы. Огромная, я когда первый раз слышала Лисан, я просто, знаете, вот я слышала ее, и у меня прямо, я вот так же, я сидела вот так к компьютеру, и вот так вот, у меня просто был вообще шок. Такая девушка, такая она просто вообще энергетика через край. И мне очень хотелось с ней лично познакомиться, а лично пообщаться. И, вы знаете, удивительная пара, которая следующий, это у нас будет уже июль. Это, по-моему, уже какого июля будет? Какого июля следующий у нас вебинар будет, кто знает. И вот ребята, с которыми, вы знаете, вот это те люди, которые ходят в разведку, с ними ходят в разведку. Мы с ними вместе штурмовали Токио 3 июля. И вот в этот день они вам расскажут о своих фишках, о работе. Они расскажут, да, просто классные ребята, вообще вы в этом убедитесь. Они путешественники, они живут в двух разных совершенно регионах нашей России, нашей страны. Они просто удивительным образом вершат свои мечты. Лейсан вообще такая мечтательница. Она всегда достигает своих целей, своих мечт. А Аскар – это человек, который также удивительным образом. Они настолько сочетаются вместе. Родители в декрете. Я прям вообще, я их очень люблю. Спасибо, что вы сегодня были на вебинаре, узнали эту информацию. И спасибо, что вы будете на следующем вебинаре, потому что каждый раз, каждый из нас всегда очень с удовольствием готов с вами поделиться тем, что мы имеем, тем, что есть у нас. И Лейсан и Аскар скоро-скоро совсем закрывают звание «Бриллианты». Мы очень ждем ваше новое звание. У них были крутые результаты по 8-му каталогу, поэтому всех приглашаем на следующий вебинар 3-го июля. И всем удачных знакомств, всем классных-классных партнеров в команду и всем новых результатов.